Когда началась Российско-Чеченская война, мне было два года. Пока мои родители в мирном Киеве растили ребенка, чеченские дети прятались в бомбоубежищах, чтобы выжить. Пока россияне новогоднюю ночь ели оливье, 31 декабря 1994 года российские силовики штурмовали Грозный. А президент Ельцин лицемерно желал исполнения всех мечт. Для меня нет более важной задачи восстановить мир и нормальную жизнь Чеченской республики, Северной Осетии и Индушесии. С новым 1995 годом. Я не усвоила уроки истории, меня не волновали чеченцы, я была вне политики. Именно поэтому 24 февраля 2022 года российский десант высадился в 30 километрах от моего дома в аэропорту Гастомеля. Пяти миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома и бежать в Европу. У кого-то этих домов уже нет. В 1993 году Европа заявила, что Чечня — это внутреннее дело России. А через какое-то время Джохар Дудаев сказал, что Европа скоро станет сама внутренним делом России. И он оказался прав. Между украинцами и чеченцами намного больше общего, нежели может показаться на первый взгляд. Окупация, мародерство, изувеченные тела, братские могилы, выстрелы в упор с завязанными руками, геноцид. В Украине число жертв среди мирного населения еще неизвестно. В Чечне, по разным оценкам, погибло от 100 до 300 тысяч мирных людей, которым просто не повезло родиться по соседству с Россией. Для реализации этого плана Москва выделила свыше 150 миллиардов рублей. Храбрые чеченцы уже 300 лет продолжают бороться за независимость своей страны. Без тяжелого вооружения, со стрелковым оружием они готовы выгрызать свою свободу. Я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел этот выпуск и осознал, что украинцы сейчас проходят тот путь, который проходили чеченцы 28 лет назад. Это решающий бой. И нам нужна победа. Иначе огромный зверь под названием Россия пойдет дальше, поглотив нас. Себя начинаю помнить именно в подвале, когда мы спускаемся в подвал, потому что начались какие-то боевые действия. Это еще в Первую войну. Но я помню себя, что я уже хожу. Кстати, этот подвал все еще есть. Он в нашем том же самом доме. Он никак не изменился. Только поддерживалось его состояние. И в этом подвале нас было очень много разных людей, соседей разнациональных. Там было помимо щенцев еще русские и татары. Дальше я помню, что мы часто переезжали из села в село. То в село к отцу, где его родственники живут, его родители. Потом к родственникам по матери в другое село. Потом в поселок. То есть постоянно было разное передвижение. После этого начинается период. Война вроде как закончилась. Но это был поствоенный период. Все было разрушено. Абсолютно все. Россия не выплачивала никаких контрибуций. Ничего не было. Несмотря на то, что они признали свое поражение. Несмотря на то, что они признали, что они вывели войска и так далее. Но все, что они разрушили, они восстанавливать не собирались. Естественно, у людей не было ни денег, ни никакого домохозяйства. В целом там было много фермеров. Их скот, их урожай тоже было уничтожено. Не было промышленности, никакой экономики. Чечня находилась в таком вот поствоенном состоянии. И в 1999 году начинается новая война. Когда начинается, я уже во втором классе. Уже замечаю, в конце сентября летают всякие самолеты. И уже все активно начали говорить о том, что вот-вот все, началась война. Но я полагал, что она не начнется окончательно. Потому что и так все было разрушено. И я еще тут, мне 7 лет, и я думаю, а что у нас... А, нет, мне еще не было 7 лет. Мне уже было... Мне пока еще было 6. И я думал, а что они будут бомбить? Ну, то есть и так все разрушено. Но были слышны эти звуки падающих из стран снарядов. И все, люди резко ломанулись в разные регионы. Больше всего пытались уехать через Ингушетию, через имена Международный аэропорт в Ингушетии. И в октябре меня и моего брата, наши родители, моего среднего брата, отправили в Москву. Там мы провели 3 месяца и обратно вернулись. Мы живем в Грозном. У нас соседей вообще практически не было. 2-3 семьи на несколько кварталов. И постоянно проходили зачистки. Мы выяснили, что наш дом был полностью разрушен. Его восстанавливал... Ну, не полностью, наполовину он был разрушен. И он использовался российскими военными в качестве какого-то укрепместа. Естественно, все было замародерено. Абсолютно все. И в Первую войну, и во Вторую войну. Все военные украли, забрали себе. У отца была карьера спортивная. Он борец греко-римского стиля. И у него было много наград. Больше всего было золотых наград. Золото, бронза, серебро, которое он прям добывал во время спорта. Это все украли. Это был сейф с этими наградами. Это просто весь сейф. И он тоже был дорогой. И вот забрали со всеми этими наградами. Потом забрали всю японскую технику. Это во время Первой войны. То есть у отца на тот момент, он был бизнесменом, коммерсантом. И неплохо зарабатывал. И у него было очень много техники. Видеотехники, бытовой техники, которые он купил. Именно в этот период, когда развалился Советский Союз. И ничего не было понятно. То есть за эти два года он сумел набрать всего этого. Магнитофоны, видео, всякие рекордеры, камеры большие, которые очень дорогие. Телевизоры, Panasonic, Sony, Philips и многое другое. Ну то есть японская техника. Потом почему-то они еще украли, сняли с нашего дома алюминиевую крышу. Ну то есть алюминий, он тоже дорогой на тот момент. Они сняли и сдали на драгметалл. Ну не как драгметалл, а вот как цветной металл. То есть унесли вообще все. Абсолютно все. И это все то, что отец, мать, они вместе наживали. То, что они собирали. И не только за свой счет, но еще и за счет своих родителей, которые им помогали. Потом во время Второй войны произошло примерно то же самое. Все, что удалось за этот период накопить и набрать, это все тоже было просто унесли, вынесли. Даже забрали, ну не то чтобы забрали, а не съели, получается, соленья, которые делала мама. Она всегда каждую осень или лето на зиму делала соленья. И это все тоже унесли, вынесли. И, кстати, эти соленья в первую войну они их не выносили, потому что мы находились в подвале. И мы как бы ими подпитались в разные периоды. Но когда мы выезжали, и все оставшееся военные забирали. Естественно, Россия не понесла за это никакую ответственность. Абсолютно ничто нам не вернули. Нам даже не компенсировали деньги за разрушенный дом. Я уже не говорю о том, что то, что было разворовано. Они умышленно занимались вандализмом. Разукрашивали стены домов в разные оскорбительные слова, рисунки. То, что они могли унести, они разрушали. Просто могли взорвать, могли взорвать в комнате гранату, что они не смогли унести, чтобы это разрушить. Например, фурнитура, мебель, что они смогли. Кстати, да, много мебели тоже унесли. Вещи в том числе, естественно. Пожрать ковры, одеяло. Так что много российских военных ехало на войну в Чечню, в том числе, чтобы нажиться. Будь-яку войну виграют не танки, винищувачі чи ракети. Еї виграют люди, які відкрили в собі суперсили. Людяність, хоробрість, безумовну любовь до свого дому та згуртованість навколо однієї мети. Зараз кожен українець – супергерой, здатний змінити світ. Але на шляху до нашої безперечної перемоги нам треба віддавати свої сили армії та допомагати їй системно. Кожного дня, маленькими кроками. Київстар зробив чудову ініціативу допомоги ЗСУ, яка не вдарить по вашій кишені та принесе величезну користь країні. Компанія запустила новий тариф Love.ua, у рамках якого можна обрати особливу суперсилу – допомога ЗСУ. Сам тариф містить 12 гігабайт мобільного інтернету та 1200 хвилин на всій мережі. Його вартість – 150 гривень, з яких кожні 50 гривень за бонплати будуть регулярно перераховуватися до фонду «Повернись живим». Так просто, користуючись мобільним зв'язком, ви будете підтримувати армію. Щоб активувати суперсилу допомога ЗСУ, зателефонуйте за номером 500. Київстар бажає вам доброго вечора. Та оберіть цю суперсилу в голосовому меню. Отримуйте додаткові переваги у вигляді суперсил до базових умов тарифа. Або просто введіть на телефоні короткий код «зірочка» 550 «зірочка» 11 «зірочка» 1 «решітка». Суперсила – це не телепортація чи подорож у часі. Це діяти, щоб допомогти. Я во время первой российско-чеченської війни був дома в Грозному. То есть, коли був штурм Грозного, нас сожгли доми. Российські війска шли на президентський дворец, так называемый «решком». И вони шли именно по той линии, де располагався наш многоквартирний дом. Ми жили на четвертом этаже. Они заходили просто в дома і поджигали їх. Я помню, вони ссыпали какой-то порошок і говорили, ми вкуриваємо муджахедів, то є нашим бойців. І ми жили весь цей период в гараже, во дворе гараже. Там пустой гараж був. Це скільки вам лет було? Ну, я 89-го года, 5-го мая у мене день рождения, 94-го. То есть, где-то 5 лет не було, да? Я помню, коли вони сжигали наш 4-хетажний дом. Он стоял напротив главпочты, главпочтамта. І коли ми прибежали, ми в цей момент були в бомбоубежище, хтось крикнув «Горит дом!» І всі жителі цього дому выбежали, в тому числе моя мать со мною. Ми прибегаємо, наш 4-й этаж уже сгорел, горел 3-й. Люди начали забегать, выбивать чужі двери, вытаскивать вещи своих соседей и так далее. І помню, коли огонь дошел до 2-го этажа, там жили 2 сестри армянки до войны. Они успели, слава Богу, уехать. Соня, кажется, одну звали, другую я уже не помню. І у них був кот. Такой толстенький котик. Я помню, ще до войны я к ним заходил, мама. Я його постоянно гладив, він був такий пушистий. Я дуже люблю котів. І знаєте, Рамина, я вот никогда не забуду, як сильно він мякав. Люди не знали, що він там. І 2-й этаж начал гореть, їх квартира гореть. Як він сильно мякав. І він горел заживо. Він так і згорел. Я вот это вспоминав, у мене прямо мурашки начинать. Прямо сейчас так сильно мякав. Поэтому, да, я помню. То есть ваша квартира полностью сгорела? Да, ну, четвертый, на четвертом этаже была, да. Она сгорела. Я помню ещё, когда огонь дошёл уже до первого этажа, после того, как потухло, пружины нашего дивана лежали в подвале. И где вы жили после того, как сгорела квартира? В гараже, в гараже жили. У меня мать Ингушка, отец чеченец. И летом, июнь, кажется, или июль, я помню, когда блокада Грозного была чуть-чуть снята, за мной приехал мой дядя. Они считали, что мы мертвы. И мой дедушка, то есть материнской линии в Ингушетии, они каждый день вместе с моей тётей ездили и искали нас среди трупов. Потому что мужчин, женщин, детей, трупы увозили в Ингушетию, где-то на границе с Ингушетией. Люди ходили, беженцы, искали среди них своих. И также мой дедушка каждый день ездил с моей тётей искать нас среди трупов. Я помню, когда дядя приехал, очень обрадовался, он увидел, что мы живы. Мать осталась, потому что в гараже много было чужих вещей, и их нужно было раздать, когда соседи будут приезжать. А меня сразу отвезли в Ингушетию. Я помню, когда меня привезли в Ингушетию к дедушке, а он очень любил днём спать. 15-20 минут он должен был спать. Мы заходим, и он спит такой. А никто не осмеливался его будить, никто. Даже его старшие сыновья, он очень такой в этом плане. У меня дядя мой подтолкнул к нему, я такой раз на него прыгнул, он проснулся раз, увидел, я помню, очень был рад. Я всегда говорил, говорю, мне больше жалко войне взрослых, чем детей. Потому что дети не понимают, что такое война. Они пугаются взрывов, они пугаются, когда что-то происходит рядом с ними, с их родственниками, но они не понимают войны. Представьте себе, мать женщины, которая должна беспокоиться не только за себя, но и за своего ребёнка. Я помню, как я бегал под пулями, в этих же гаражах российские войска, которые расположились в этом дворе. Этот дом у нас стоял буквой «П». Там были арки, они в каждую арку поставили бронетехнику и расположились. На другой стороне были наши уже воины, которые обстреливали. И эти подвалы, которые уже сгорели, российские войска заминировали. Я помню, как мы, дети, у нас в водовре была Леночка, её звали, она примерно моего возраста была, русская девочка была, и ещё дети. Она была самая смелая у нас. И мы заходили в эти подвалы, заминированные, и мы протоптывали дорожку, типа, проходим. Она впереди всех шла, мол, здесь, чтобы пройти возле мин, потом вступали один шаг в сторону и протоптывали опять. А моя мать этого не знала, наши родители этого не знали. Так представьте, насколько у них был сильный стресс. Армия уже России, армия России на тот момент не воевала напрямую и в прямом контактном бою с армией Чечни. Они просто бомбили сёла. Там, например, родовое село Масхадово, родовое село Дудаево, родовое село Яндербиево. То есть они выбирали такие сёла, в которых больше именно поддержки, не военной даже поддержки, а идеологической. Они просто проводили зачистки. Зачистки – это такая история, когда заходят в населённый пункт, в каждый дом, и кого-то похищают из каждого дома. И отправляют в фильтрационный лагерь. Там над этими людьми издеваются, им отрезают конечности, их заставляют есть свои волосы, пить грязную воду, их пытают паяльником, утюгом, я не знаю, кипятят. И были даже случаи, когда людей настолько сильно пытали током, что они все обугленные возвращались. Не возвращались, а их присылали обратно, уже мёртвыми. Такая судьба была, например, у нашего соседа, которого похитили. У него было ещё два сына. Они были с особенностями развития, их было особенно жаль. И это произошло только лишь потому, что у него была баня, и в этой бане купались представители чеченской стороны, которые воевали против России. Только лишь из-за этого. Его забрали, и вот запытали нас только, что его убили. Ну, собственно, в итоге пришло к тому, что сопротивление, военное сопротивление Чечне, оно спадало, и становилось его ещё меньше, меньше, меньше. В первую очередь из-за того, что армия России не воевала с ними. Они воевали с мирным населением, они бомбили их артиллерией, либо авиацией. И люди из-за числа вооружённого сопротивления возвращались, либо сдавались, чтобы не мучили их родных. Вот тут в чём была основная идея. И когда началась Сирия, большинство, в принципе, уехали в Сирию, думая, что там джихад. Хотя я, например, не понимал этой истории, учитывая то, что вы вроде уже вышли на джихад, за свою родину, то зачем, не завершив своё дело, уезжать в другой регион, на другой конец света. И последним очагом сопротивления боестолкновением военным было в 2021 году. Это, получается, совсем недавно. То есть перед тем, как напасть на Украину в 2021 году, окончательно, только закончив то, что произошло, активная фаза, в принципе, закончилась в 2014 году, когда в Грозном началась тоже война такая на пару суток. Но прям окончательно, полностью военное сопротивление закончилось в 2021 году. Вторая война, она вообще даже в сравнении не идёт с первой. Это была очень жестокая война. То, что там творилось, это даже уму непостижима. Россия полностью поменяла свою стратегию. Во второй войне она, я не побоюсь этого, умножила на 10 атаку в отношении к гражданским объектам, гражданам. Начали людей похищать, убивать, пытать. Месяцами держать женщин, извиняюсь, насиловать их. Прямо в плену женщины рожали, их детей убивали. То есть очень жёсткая война. Продавали трупы. Когда людей убивали, люди были вынуждены выкупать свои трупы по 10-15 тысяч долларов. Представьте, начало 2000-х, 10-15 тысяч долларов за труп своего родственника, за брата, за сестру, за сына, за дочь. И люди продавали свои дома, приходили, отдавали эти последние копейки. И Россия очень превратила эту войну в бизнес. Это было сделано для устрашения народа, чтобы народ начал противостовать, протестовать против войны, чтобы закончить, чтобы народ начал говорить, закончите эту войну любым путём. И именно к этому сегодня идёт Россия, когда она обстреливает гражданские объекты. Именно поэтому она стреляет по торговым центрам, по жилым домам и так далее, чтобы народ Украины вышел и сказал «Зеленский, всё, хватит войны, делай всё, что тебе говорят, останови её». Поэтому нельзя на это идти. Как бы это сложно ни было, нельзя на это идти. Потому что если Россия начнёт оккупировать территории, то она устроит там настоящий ад для всех жителей. Будут фабриковаться уголовные дела, то же самое, будет возрождён кулак. То есть методы России не изменились? Абсолютно. Абсолютно. Есть ощущение, что России с её имперскими замашками всегда нужен враг. Когда-то Россия назначила своим врагом Чечню, была Грузия, сейчас Украина. Вот как вы считаете, почему именно наша страна сейчас стала врагом России? И кто дальше на очереди? Россия вообще в своих… Это страна, которая основывается на имперских… То есть у неё заклады имперские в России как государственного образования. Естественно, империи не могут без какой-то агрессивной политики существовать. Это сама суть имперского государства. И поэтому, естественно, Россия всегда будет искать внешнего врага. У этой политики есть две цели. Это как-то успокоить своё население, ну и заодно удовлетворить амбиции имперского руководства. Но если в какие-то прошлые века у империи, то есть захват колоний и эксплуатация колоний, если это было рационально, то сегодня мы знаем, что в наше время Россия – это нерациональная империя. То есть она из своих колоний в принципе сегодня не может что-то такое получить, чтобы… У неё и так территории очень много в России, а свой-то на них не может. То есть дальнейшее расширение для России можно считать как убитым. Но так как политическое руководство России не может мыслить в современном рамках современной политики, а мыслит… То есть её политика повёрнута назад в историю, а не вперёд в будущее. Она не смотрит на тенденции развития мировой политики. Поэтому вопрос однозначно, ответ однозначно на этот вопрос, что она будет всё-таки всегда искать внешних врагов и будет нападать на очередные страны. Первой была Чечня, в постсоветское время это первая Чечня, была Грузия и следующей страной стала Украина. Ну, на мой взгляд, Украина вообще она была такой изначальной целью Российской Федерации. То есть вот разваливается СССР, он не разваливается, на самом деле собираясь её демонтировать и пересобрать заново. Потому что очевидно было, что на той идеологической платформе, на которой был заложен СССР, Советский Союз, он существовать не может. Нужно было как-то его переформатировать. И Горбачёв, в общем, он вёл политику на переформат, когда всем республикам Советского Союза и в течение автономии, Чеченской, Чеченской, Чеченской республики предоставляют равные права, чтобы как-то противостоять тем акулам, скажем, внутри Советского Союза. Ну, внутри Советского Союза нужна была идеологическая основа, какая-то новая идеология для переформата. И вот в этой ситуации в связи с путчем, случившимся в 1991 году, то есть не случилось ни развала Советского Союза, ни переформата, вышло что-то среднее. То есть была попытка переформатировать Горбачёв, но несколько пошло не так. И тем не менее вот эта цель переформатировать Советский Союз, она никуда не исчезла. Просто эта цель от руководства СССР перешла к руководству Российской Федерации. И первым в числе тех, кого нужно было как бы пристегнуть к Российской Федерации, на мой взгляд, была именно Украина. Потому что Россия без Украины она не может стать полноценной как бы империей. И на самом-то деле сегодня уже я не буду оригинален, потому что уже многие озвучили идею, что Русь изначально она же начинается с Киева, с Киевской Руси. Что сама Российская империя она немыслима без Киева, без Украины. И поэтому мне кажется, что первой целью вообще для Российской Федерации была Украина. Это и экономический потенциал Украины, это и людской ресурс Украины, и это историческая подоплека, которую я уже озвучил. То есть там очень много факторов, по которым Украина обязательно должна была входить в состав обновленной Российской империи. И она была важнее, нежели другие республики. Скажем, те же Славянская Республика, Белоруссия, Прибалтийская Республика, важнее Средняя Азия, Среднеазиатская Республика, важнее Закавказья. Это просто была ключевая страна для того, чтобы Российская империя обновленность состоялась как таковая. Поэтому, мне кажется, война в Украине была просто неизбежна. И наш первый президент, Чеченский республик, Джохар Дудаев, он именно поэтому озвучил эту тему. Мне кажется, он, будучи генералом стратегической авиации, мы знаем, что высшее военное руководство стратегического назначения в Советском Союзе было политически очень грамотным. И, мне кажется, сам Джохар Дудаев еще тогда понимал именно вот эти мотивы, которые сегодня я озвучил, что в силу этих мотивов никак Российская Федерация не может отказаться в будущем от каких-то притязаний к Украине. Поэтому сегодня считающиеся правительскими его предсказаниями, что будет атака на Украину, что будет отторгнут Крым, все это было, мне кажется, именно с этих позиций. Вся эта программа была нарушена тем, что чеченский народ, во главе с Джохаром Дудаевым, мы объявили о своей политической независимости, провозгласили независимое и суверенное государство. А это уже другой уровень. То есть, если Россия старается возобновить империю, пристегнуть к себе Украину, а тут у него внутри самой Российской Федерации, как это мы объявили о нашей независимости еще до развала СССР. То есть, у нас была декларация независимости в 1990-м году, а конституция Чеченской Республики, она принята на два года, почти что, год с лишним ранее Российской Федерации. То есть, независимая Чеченская Республика Эчкерия, она состоялась где-то на полтора, почти два года ранее, официально она состоялась ранее самой Российской Федерации. То есть, мы в нее не входили, федеративный договор не подписывали. Но и тем не менее, они по историческим предпосылкам считали, что Чечня это неотъемлемая часть Российской Федерации, не решив вопрос Чечне, не могло быть никакой речи о том, чтобы как-то начать восстанавливать СССР-02, но как бы возобновить заново проект обновленного Союза или обновленной России в то время, когда не просто сам Путин, а вообще высшее военное и политическое руководство Российской Федерации считало, что это геополитическая трагедия конца XX века назвала СССР. То есть, это не было какой-то личным мнением Путин. Весь российский эстеблишмент политический мысловый в рамках великодержавности, они считали, что этот проект не может состояться, не решив вопрос с Чечнёй. То есть, таким образом, Чечня, она на лет 20 оттянула процесс восстановления Российской империи. События, которые произошли в Чечне, они дали шанс всем 14 республикам бывшего Советского Союза наладить свои какие-то внутриполитические отношения, завязать внешнеполитические отношения с миром, наладить экономику. То есть, на самом деле, становление бывшей республики Советского Союза как независимого государства, они в большей степени, можно сказать, обязаны тем, что Чечня оттянула на себя внимание России на целых двадцатилетних. Первая Российско-Чеченская война началась во время правления Ельцина. Вторую начал Путин. Методы борьбы ничем не отличаются. Это мародерство, свастика на телах погибших, расстрелы мирного населения. Так будет с каждым Чичи, кто будет. Чичи, мы их называем Чичи, нас в предыдущих называют Чехи. Заодно их завалимся. Кадры с завязанными руками, выстрелы в упор, изнасилованные девушки. Ну, в общем, все одно и то же. Этот стиль поведения зависит не от президента, это в ментальности российских военных. Я уверен в этом. И я считаю, что Россия должна ответить за все содеянное. Я видел все это своими глазами, то, что вы перечислили. И таким образом они убили у нас более трехсот тысяч мирных жителей. И из них сорок пять тысяч детей. Могу много привести примеров, как село Самашки, Новые Алды, Мескирюрт, Атаги, где они массово убивали мирных жителей. То же самое, если привести параллель, что произошло будет. Зашли в населенный пункт и начали убивать мирных жителей. Во время Российской Ченской войны ваш отец остался на месте, никуда не бежал, так же, как это сделал Зеленский. И в 2005 году отца убили спецслужбы. Насколько известно из публичных данных, жизнь Зеленского также была в опасности. Когда вы услышали, что Зеленский сказал, что мне не нужно такси, мне нужно оружие, это был правильный шаг, то, что он остался в стране. Президент Украины — это герой украинского народа, герой Украины, мужественный человек. Президент, главнокомандующий, он должен находиться на территории своей родной земли, рядом со своим народом, когда идет война. У меня даже мысли были, мой отец, президент Чеченской республики Ачкерия, убитой в 2005 году, и, кстати, убив его, русские оккупанты выдали нам его тело, представляете? И даже проводил параллель ситуацию, вот президент на войне, в военной форме, рядом со своим народом, и сегодня, когда я вижу Зеленского, то мне приятно это видеть, даже будущее чеченцам, я уже вспоминаю своего президента, как он также находился вот рядом, ездил на позиции, поднимал дух, выходил из окружения несколько раз даже, у нас территория маленькая была. Я даже расскажу вам один случай, это было во время Второй Российско-Чеченской войны, группа там из 20-30 человек вместе с моим отцом, то есть с президентом, передвигалась с одного места на другое место, это в горах. Пройдя какое-то расстояние, мой отец спрашивает у своего охранника, вот, где мы сейчас находимся, и охранник ему отвечает, вот, мы сейчас находимся возле этого населенного пункта, и они пошли дальше. И потом опять отец спрашивает у охранника, где мы сейчас находимся, и охранник отвечает, что мы находимся здесь, а потом охранник, видимо, задумался, потом спросил, вот, вы спрашивали у меня несколько раз, где мы находимся, почему, и мой отец сказал такие вот золотые слова, я не хочу покидать, даже переступать территорию Ичкерии, не на шаг, даже, чтобы не переступить ее, границы в то время, когда идет война, когда здесь убивает мой народ. Вы официальный представитель информационной службы батальона имени шейха Мансура, который с 2014 года воюет на стороне Украины против российской агрессии. Для вас было ожидаемо, что 24 февраля 2022 года Россия пойдет с полномасштабной войной в Украину? Конечно, для каждого адекватного человека, который хоть маломальски понимает Россию и ее политику, это было ожидаемо. Россия никогда не оставляет свои империалистические претензии на какую-либо территорию. Даже если она подписывает какие-то мирные договора, то через 2-3 года, как только она улучшает, чувствует, что момент пришел, она плюет на все эти договора и начинает продолжать свои преступные замыслы. Касаемо нас, в Чечне конкретно те же Хасабютовские соглашения, хотя бы тот же мирный договор от 1997 года, когда с Асланом Масхадовым был подписан и Борисом Ельцином, где Борис Ельцин четко и ясно проговорил, что договор между Россией и Ичкери, то есть это был международный договор, то есть там не было даже слова о том, что идет договор с субъектом Российской Федерации, не может с одной стороны стоять Россия, а с другой стороны субъект Российской Федерации, то есть там было это подчеркнуто и было подчеркнуто, что дальнейшие отношения будут идти в рамках международного права, что все также подтверждает, что Чечня признавалась независимым государством. Мы вдвоем сядем и я думаю, что мы решим. России нельзя верить. Любой договор, подписанный с Россией, не стоит того клочка бумаги, на который он был подписан. Абсолютно. Россия плевала и чихала на все договора. Она сегодня подпишет, потом завтра перегруппируется и продолжит свое наступление. Во-первых, в чеченском народе трудно было поверить, что сама война возможна. После Второй мировой войны, когда мир стал глобальным, когда Россия является членом ООН. И просто для чеченского обывателя было немыслимо, неприемлемо, что война может пойти против чеченцев масштабной войной. И, естественно, были последние, что это все-таки мировая держава, которая собиралась победить в Третьей мировой войне, в такой страшной ядерной войне. ее войска готовились к этому. Это страна, которая 10 лет воевала в Афганистане и начинает войну против России. Это виделось как бы для разума обувателя, каким-то бессмыслицем, каким-то чем-то невозможным. чеченцы имели исторические обиды на Россию. Это память восселения, которое было в 1944 году. И нам казалось, что именно то, что наше политическое руководство, следуя всем нормативам международного законодательства, нормативам самого Советского Союза, пройдя все процедуры объявлась в независимости, нам казалось, что это вполне заслуженным естественным приобретением своего суверенного государства. Возможность войны нам казалась маловероятной. И вот когда так называем оппозиция штурмовала Грозный 26 ноября, а из разбитых танков вытаскивали российских солдат, задним числом опущен подставку, являющейся по сути кадровым официарем российской армии, тогда для чеченцев это был таким моментом истины, что Россия может напасть на Чечню, но также моментом истины, что российскую армию можно пить, что эти танковые колонны можно разбивать. Вот это нам дало такое, если бы может быть сразу Россия вошла бы так массово и агрессивно, как она обходила ночь с 31 декабря на 1 января, неизвестен результат. То же самое, мне кажется, не был бы известный результат, если бы на Киев российские восхищения пошли бы не в 22-м году, а в 14-м году, так же массивно, как в 22-м году. Опыт войны на Донбассе, 8-летний опыт противостояния, он также способствует тому, что и морально, и физически украинский народ, ментально он себя готовил к возможности, потому что война будет, что все-таки противостоять этой агрессии можно. И я не знаю, почему российское руководство дважды пустило одну и ту же ошибку. Это абсолютно не поддается осмыслению. На самом деле уроки чеченской войны должны были быть учтены. Но, наверное, результаты второй войны против чеченцев как-то, наверное, заставили подзабыть вот эти уроки во-первых, чеченской войны. Мне кажется. Думаете, у них было в планах уже в 2014-м захватить всю Украину? Ну, такие планы по оценкам многих экспертов политической военной, они у них были даже еще ранее, начиная с Майдана в 2004-м году. Планы такие были, но подготовка может занимать какое-то время. Мне трудно сказать, именно с какого года они намеревались именно военным путем пристегнуть Украину к России. Но планы такие однозначные. Я согласен с всех экспертов, кто об этом заявляет, что с 2004-го года в России такие планы будут. А как вы жили в период с 2009-го по 2017-го до отъезда из Чечни? Ну, я бы не смог называть это вообще даже, что мы жили. Это было похоже на какое-то выживание. Естественно, нет денег. В основном люди помогают друг другу продуктами, натурой. Если говорить про период во время Ичкерии, то отец на тот момент работал следователем СССР комитета при прокуратуре власти Ичкерии. А когда уже в 1999-м году началась война, он тоже выезжает. Нет, он не выезжает, он остается в Чечне, приезжает в январе. То есть мы прилетали из Москвы в Ингушетию, забирают нас из Ингушетии и мы обратно возвращаемся в Чечню. В этот период он не работал, естественно, пытался зарабатывать этим таксистом. Ну, там были какие-то копейки. В целом, на самом деле, нам сильно помогала гуманитарная помощь. Красный Крест, Красный Полумесяц, много других скандинавских гуманитарных компаний. Это нас спасало. Они всегда помогали нам в еде, в одежде, в обуви, водой даже. Я помню, у нас на улице была огромная подушка с питьевой водой, которая снабжала нас нормальной водой для питья. Несколько кварталов. И за счет чего можно было нормально жить. В основном это была еда, тушенка, крупы, что-то такое, хлеб, мука. Мы жили в полуразрушенном доме, который постепенно-постепенно восстанавливался. Несколько лет, имею в виду как раз после второй, то есть во время начала второй войны, в целом, я помню, у нас постоянно протекала крыша, потому что вечно летели снаряды, осколки, перестрелки были вечно, несколько перестрелок было прямо под моим окном, прямо под моим окном, и я помню, мы, я просто не помню, сколько раз это было, но где-то пять точно это было, мы ползком ползли по полу, куда-то забирались, самая такая защищенная часть в нашем доме это была ванная комната, там были очень толстые стены, вот, и мы туда заползали часто, вот, при возможности спускались в подвал тоже, но выходить на улицу, то есть надо было выйти на улицу, имеется в виду в наш двор, мы живем в частном доме, и это было всегда опасно, поэтому вот так вот это приходилось, засыпались с мыслью о том, что вот можем не проснуться, и нужно было читать много молитв, я это помню, прям, и я всегда читал молитвы, не только за себя, но и за всех остальных, думая, что а вдруг кто-то забыл, и этот кто-то может умереть, и мало того, что он сам умрет, но раз он умирает, то на него падает снаряд, а раз на него падает снаряд, то этот снаряд своим тонирующим действием будет влиять на всех и нас, остальных, то есть хорошо, что он там на себя взял ответственность, не читать молитву перед сном, чтобы выжить, да, но он и таким образом нас может подставить, поэтому я пытался за каждого члена нашей семьи прочитать и молитву, все-все, так, и только после этого со спокойным сердцем уснуть, вот, но несмотря на это мы ходили в школу, я помню, мы ходили в школу через большой парк, в котором был контрольно-пропускной пункт какой-то, очень военизированный, и он был со стороны, вот, как бы вокруг, ну, чтобы вокруг, а вот в какой-то части даже заминирован. Постоянно учителя в школе нам объясняли, что нельзя там обращать внимание на светящиеся предметы, ходить по непротоптанным дорогам, по опасным дорогам, вот эти лекции у нас были постоянные, как минимум один раз в месяц к нам приходили специалисты именно из правозащитных либо гуманитарных компаний, которые нам объясняли, показывали, проводили инструктаж, что вот это эти мины опасные, вот тут-тут-тут нельзя находиться, вот, и у нас была всегда такая зеленая дорога, имеется в виду безопасная дорога, по которой мы ходили в школу, в школах у нас не было отопления, не было света, школа у нас вообще была наполовину разрушена, и что самое интересное было, больше всего разрушена библиотечная часть, там, книги просто валялись и заливались дождем, ну, несмотря на это, у нас родители постоянно заставляли нас учиться, прям, вечно. Сколько сейчас чеченцев воюют за Украину? Мы не можем называть количество ввиду различных поводов, но много-много. Батальон, уже сам по себе любой батальон, он от 300 до 800, но это такое число, которое, так сказать, формально, неформально, намного больше. А вот в чём принципиальная разница между чеченцами и кадыровцами? С одной стороны, да, кадыровцы — это чеченцы, не нужно отрицать, чеченский народ не является каким-то особым народом, так же, как и ингушский, и русский, и украинский, в нём, в каждом народе есть и предатели, и, так сказать, нормальные люди, но кадыровцы как раз-таки являются предателями. Вот их самое такое отличие. Они предатели, это люди, которые продались за стечкины, это люди, которые продались за мирские блага. То есть всё святое, всё самое такое, за что стоит жить, за что стоит бороться и за что стоит умереть, это свобода, это честь, это достоинство, это быть независимым. Всё это они продали за какие-то бумажки, за какие-то роскоши, то есть за дела этого мира. Поэтому они предатели. Рамзан Кадыров, который является главой кадыровцев, является полным противоречием исламскому менталитету, исламской мысли, нашему горскому, кавказскому менталитету. То есть он не уважает ни старших, ни младших, ни мужчин, ни женщин. Он ведёт себя как тиран, как диспот. В нашей культуре у нас никогда не было раболепства, у нас никогда не было преклонения перед другим человеком, какого бы ранга, какого бы статуса он не принадлежал. Во времена Первой мировой войны, когда Россия, царская Россия, с которой мы воевали, решила заключить мирные договора с кавказцами, с горцами, она сказала, живите сколько хотите, мы с вами больше воевать не будем, мы вас оставляем в покое, извините там, то, сё, третье, десятое, просто давайте будем в союзничестве воевать против агрессоров. Хорошо, были созданы так называемые дикие дивизии, и в наших формированиях кавказских были проблемы, потому что царские чиновники, царские офицеры, которых Россия поставила, чтобы контролировать эти войска, они не находили общий язык с нами, потому что любой горец, чеченец, ингуш, дагестанец свободно входил в палатку с российским офицером, с русским офицером, с генералом, мог его похлопать по плечу, сказать, пошли чай пить, давай с тобой, что ты лежишь, мог с ним там взять ему, что-то дать ему, подвинься, то есть это было что-то, что для них было неслыханно, для нас не существует офицеров, у нас есть дисциплина, построенная на взаимоуважении, на братстве, на возрасте, если человек старше, мы можем его уважать, мы его уважаем, если он достойно, мы его уважаем, но если человек только потому, что он какой-то там майор, генерал, полковник приходит и пытается нами руководить, мы его посылаем куда подальше, поэтому то, что делает Рамзан Кадыров, где он чувствует себя генералом, где он чувствует, что все вокруг него должны ему кланяться, подешахом, это полная нам противоречия, большинство народа его терпеть не может и его Лизаблюдов. Рамзан Кадыров, он, да, он чеченец, но они матерят женщин, они бьют женщин, возьмем того же Абубакара Янгулбаева, они похитили его мать, они ее материли, они ее били, они ее над ней издевались, сколько таких моментов было, Татаева, Акрамана, они прямо его били, перед ним его жену били, трогали, а у нас нельзя трогать чужую женщину, просто мы ее не трогаем, для нас это является оскорблением ее, ее родственников, ее близких, ее сыновей, дочерей, нельзя, просто мы не понтеримся перед чужими женщинами, а Рамзан Кадыров это делает, его ближайшие родственники это делают, как, к примеру, тот же Ислам Кадыров, который, будучи мэром города Грозного, пытал людей током, и это полно, на камерах видно, он это сам снимал, электрошоком бил женщин, материл их и так далее, поэтому они полное противоречие, и нет, они не ведут себя серьезно, и нет, они не ведут себя строго, то есть их поведение не соответствует чеченскому и горскому менталитету. Осенью прошлого года в одном из прямых эфиров Кадыров предложил вам приехать на родину и подорвать себя в центре Грозного. По видению Кадырова таким образом Масхадов должен доказать свое мужество. За что вас ненавидит Кадыров? Это не тот человек, который может говорить о мужестве других людей. Он ненавидит всех, кто не перешел на сторону своего хозяина, Путина. А также он ненавидит тех, кто говорит сегодня правду. На самом деле это трус, который боится своей тени, боится даже своего окружения. Настолько ненадежный человек, если его можно назвать человеком, что причастен к убийству своего отца. Я еще раз хочу подчеркнуть, когда буквально недавно я об этом говорил, что в день убийства Кадырова-старшего он, будучи в то время начальником службы безопасности своего отца, находился в Москве именно в этот важный день 9 мая. То есть вы думаете, что Кадыров был в сговоре с Путиным и был заинтересован в смерти своего отца, чтобы потом занять его место? Сначала это были слухи, затем появилась вот такая действительно версия, и знаете, что я верю в эту версию, верю потому, что вижу это существо, я не хочу называть его человеком, его отношение к простым людям, и любовь вот к деньгам и к власти, он боится потерять ее, вот так называемую эту власть, то есть его должность как марионетка Путина, он боится все это потерять, и поэтому видя все это я могу сегодня сказать да, я верю в эту версию. Вообще история с Кадыровым она такая прям супер личная, потому что я никогда терпеть не мог Кадырова, всю его семью и наша семья в том числе не могла его терпеть никогда. Для нас и в целом для народа они всегда были предателями, и это было очевидно. Больше всего, что лично я и все из наших не понимали, это то, почему они из предательства хотят сделать культ геройства. Вот это было исключительно и честно непонятно. И моя была основная претензия в том, что окей, хорошо, вы считаете, что вы остановили войну, ладно, пускай так будет, но не называйте предательство геройством. Я эту мысль носил в себе всегда. И с нами даже учились его племянники, родственники, со мной лично учились на одном курсе, один из них даже сегодня мэр Грозного, другой его названный брат. И я перед ними тоже не скрывал эту мысль. Я всегда говорил, как я считаю, как честно, мне кажется, свое политическое зрение я никогда не скрывал. И так происходит, что в целом Кадыров до 2014 года был занят в основном так называемыми террористами, которых он сам любит называть. В целом для него были террористами все, кто ему сопротивляется. Абсолютно все. Но если до 2014 года террористами считались только те, которые ведут вооруженное сопротивление, то вот после 2014 года, когда произошла эта мракобесия по всей России, там, Крым наш и все тому подобное, гайки начались активно закручиваться. Прям очень мощно. И началось это именно с Чечни. Именно в Чечне началась история про давку на оппозицию и на оппозиционное мнение, на преследование мыслепреступления. Когда в кредит заранее, зная, что ты еще ничего не сделал, но полагая, что ты можешь что-то сделать, тебе подкидывали оружие либо наркотики и сажали в тюрьму. Это было самое легкое, просто очень удобно. Сажали в тюрьму таким образом, что, например, тебя везут, понимают, да, какие у тебя взгляды, что у тебя они против, они оппозиционные, они диссидентские. Тебя везут просто в отдел какой-нибудь полицейский, из тумбочки достают каранату, кладут перед тобой и говорят, теперь это твое. И ты можешь сказать, так у меня же там даже отпечатков в пальце нет. Да, какая разница, это просто твое. Все. Типа, делай так или вот так. Либо мы тебя посадим. Все будет так, как мы скажем, как мы напишем в обвинительном заключении либо в обвинительном акте, все так и будет, и ты пойдешь примерно на пять лет. Особенности подкидывания оружия заключалось в том, что если подкинули оружие, значит, автоматически были подозрения, что ты можешь быть в какой-нибудь террористической ячейке. А если террористическая ячейка, доказательства тоже добывались очень легко в плане того, что они фальсифицировались путем ложных показаний каких-нибудь других людей, которых запытали, подготовили, и они давали показания, которые важны или которые нужны для следствия. Мысль была у меня такой, я ее не скрывал. В университете мы ее, то есть кто хотел, так и высказывался. У нас даже преподаватели были, которые свободно высказывали свое мнение. Абсолютно свободно и против власти в том числе. И вот как раз с 15-го года, когда уже закрутились кайки в 14-м, в 15-м году начинается идиотизм, когда за мнение парень один, Дикаев, просто высказал мнение о том, что Кадыров празднует 23 февраля, а 23 февраля это дата депортации, когда в 44-м году весь народ просто депортировали из Чечни в холодные дни в феврале в Казахстан в Северный, а там еще холоднее. И мы потеряли половину населения, просто половину всего населения в процессе этого. Этот акт, кстати, в итоге в 2004 году Европарламентом признан геноцидом, а Россия не хочет его признавать геноцидом. Собственно, этот парень высказал мнение, что Кадыров как настоящий предатель празднует День защитника Отечества 23 февраля в России, хотя для Чечни это черная, очень темная дата. Это дата скорби народа, одна из самых важных. За что его поймали, сняли с него штаны и на беговой дорожке заставили его ходить и говорить слова в поддержку Кадырова и Путина и обзывать себя грязными словами. У людей шок. После этого появляются истории, когда женщина пожаловалась на коммунальщиков, что они сдирают больше денег, чем положено. Ее тоже вызывают. И вместо того, чтобы провести расследование, по идее, это сообщение о преступлении, а конкретно о хищении имущества, либо мошенничестве, либо превышении должностных полномочий. Но вместо этого ее заставляют извиняться. Кадыров такой садится в резиденции. Я потом просто помню, именно в этой комнате нас с братом и с отцом избивал Кадыров со своими собаками. И ее заставляют извиняться. И вот как раз в 2015 году, в начале года, мой брат создает такую публичную страницу. Он не скрывает о том, что он является модератором этой страницы. Называется эта страница «Волфскрид». Там освещаются ареалии Чечни, проводятся параллели между войнами. Первая война, Вторая война, в чем были ошибки тех, этих. И главная претензия к Кадырову, почему он не преследует и не сажает в тюрьму тех российских военных, которые совершали преступления, откровенные военные преступления, которым нет срока давности, в соответствии с Уголовным кодексом России. Почему он их не сажает, если он говорит, что он за чеченский народ? За это в ноябре 2015 года нас похищают, меня, брата, меня сначала похищают, подробность этого похищения, я думаю, нет смысла говорить. все начиналось прямо с насилия, и все было, и Кадырова не устраивало в первую очередь то, почему мы не извиняемся и почему мы не стоим, согнув спину и опустив голову со взглядом. То есть это вот привычка на видео здесь посмотреть, когда перед Кадыровым ставят людей, которые в чем-то провинились, они всегда стоят, согнув спину, опустив голову и взгляд. Мы так не стояли, мы прям были в резиденции, нас нам угрожают и все тому подобное, которые сразу у меня спрашивают, это ты писал что-то там про моих женщин, про моих женщин он имел в виду там мать, мать, сестер, дочерей и любовниц. Ну то есть это как бы его жены, но на самом деле все знают, что это любовница, естественно. А я потом спрашиваю, а можно посмотреть, что я написал и где я написал? Ну и там тоже стоит этот Магомед Даудов из парламента, спикер, и он подсовывает ему какие-то распечатки из той самой группы. Я смотрю, там ничего сверхъестественного нет, там всякие шутки, так как я и сказал, реалии, шутки, высмеивание власти и все тому подобное. И я говорю, так это же не запрещено законом. По какой статье вот за это надо нести ответственность в соответствии с уголовным кодексом либо Россия имеет в виду, либо административным, да, то есть кодексом об административных правонарушениях. И они начали мне смеяться в лицо. Типа говорит, он про какой-то закон говорит. Там тоже был этот бизнесмен чеченский Байсаров по фамилии Байсаров. Это бывший муж Кристины Арбакайта, то есть бывший зять Аллы Пугачевой. И он еще, я помню, сказал Кадырову, что мне верить нельзя, потому что я юрист, а меня пять лет внимания обучали в университете врать. Поэтому мне верить ни в коем случае нельзя. Ну, там, в общем, были все. Начал в какой-то момент Кадыров начал обращаться к моему брату, а брат встал еще более надменной позе. То есть Кадыров, он уже сам по себе очень низкий. То есть у него рост где-то, по-моему, метр шестьдесят два, что ли, три, ну, примерно так. У него комплекс, из-за этого он носил очень высокую подошву, и, несмотря на это, он был очень низко перед нами, а у нас рост в среднем там сто восемьдесят сто восемьдесят пять. И он, такой, выпрямив спину, смотрит ему в глаза сверху вниз. И это надменное поведение в целом его еще больше обозлило, и началось избиение. Собственно, во время этого избиения избивают нас всех. Ну, по итогу его отправляют в СОБР на полгода, меня с отцом на сутки в ОМВД, нам угрожают никому, ни в коем случае об этом никогда не говорить, ни к правозащитникам, ни к журналистам не обращаться. И если мы обратимся, то они убьют его. Это было такое условие. И, естественно, мы, переживая за него, не стали никуда обращаться в первый раз. Потом его отпускают, потому что у него были проблемы. он там сидел, его пытали. Это отразилось на здоровье, естественно. И его из-за этого, только из-за жалоб на здоровье отпустили. В целом, он рассказывал, что там сидели в этом подвале у СОБРа. СОБРа – это вроде как специальный отряд быстрого реагирования. Ну, это правоохранительные силовые органы. И там сидели люди, тоже неофициально задержанные, по два года, которые гнили. То есть у них конгрены. Ну, собственно, мы решили, что все окей, хорошо. Эта глава закончена, надо как-то жить дальше. А отец, я просто не сказал, он и на момент нашего похищения, и после, то есть на момент нашего похищения, когда нас доставили к Кадырову, он уже был судей Верховного Суда Ченской Республики. Это, в принципе, было невозможно. По идее, по юридическому статусу отец по своей должности, он выше, и он независим от Кадырова. Кадыров — это просто такой завхоз, вот, по идее. Отец относится к судебной ветви власти. Кадыров, по идее, не относится к ветви власти. Но там, можно сказать, но если и относится, то к судебной он не относится, и он не имеет права выше, чем какой-нибудь другой судья. Но тут произошло вот это вот, то, что я уже рассказал. Естественно, его заставили уволиться после этого, и мы искали варианты уже дальше как-то жить, потому что в целом в Чечне, на самом деле, не особо доверяют и верят правозащитной либо журналистской истории. Потому что было много случаев, когда после этого обращения людям становилось еще хуже. Ну, то есть власть местная, она пресекала эти попытки, эти истории еще с большим и сильным прессом. Там прям доходило до того, что несколько людей из семьи могли забрать, пытать и посадить в тюрьму только лишь потому, что они пожаловались куда-то. Вот. Но после 15-го года произошла еще раз история повторилась в семнадцатом году. И тут мы решили, что все, все, уже хватит, хватит терпеть. Нам повезло в этой ситуации хотя бы то, что они уже легализовали его похищение, похищение брата имеется в виду, и посадили его в СИЗО. И это для меня было уже гарантием того, что они его пытать или убивать не будут. То есть не имеют права ни в коем случае. Ну, собственно, это происходит и мы коллективно решаем, что нет, все уже, все хватит, нужно бороться, бороться за своего человека, тем более мы ничего противозаконного не сделали. Ну, если поднять какую-то статью и посмотреть, ничего такого не было. Потому что не в чем было обвинять, в итоге придумали статью, ну, прям из пальца высосали о том, что у моего брата были экстремистские высказывания в разжигании межнациональной розни, якобы ненависть к русским. Там потом провели экспертизу, экспертиза указала, что разжигание межнациональной розни либо ненависти к русским нет, есть только ненависть к российским военным. А российские военные это не нация, это не национальность. Туда входит очень много разных национальностей со всего мира, просто почти каждый там может быть. И это не социальная группа, это все равно, что я скажу, ненавижу полицейские за то, что они пытают, например, это не является преступлением. Я могу сказать, я ненавижу российскую армию, потому что они убивают, мародерят, насилуют и так далее. Это не является составом преступления. Но для чеченского суда это не имело никакого, даже следствия, даже еще не суда, а именно следствия, это не было аргументацией, потому что это был заказ Кадырова. Ну, мы уезжаем, в 17-м уже году уезжаем из Чечни в Пятигорск, оттуда в Нижний Новгород. Я в 18-м уже году, в самом начале уже сразу, даже в 17-м уже, да, в конце 17-го года волонтером устраиваюсь в комитет против пыток, связываю свою, уже получается, свою деятельность правозащитной, становлюсь юристом официально, работаю на Северокавказском, в Северокавказском регионе, в Чечне, Дагестан, это были мои профильные регионы, где я расследую пытки, убийства, насильственные похищения, вот. Вся его власть держится на Путине. Сперва к власти пришел его отец, это Ахмад Кадыров, он был предателем, он сам сперва призывал людей бороться против России, и призывал очень жестко, он говорил, что ни мужчина, ни женщины, никто не должен сидеть дома, что жена не должна спрашивать у своего мужа, что она должна без спроса идти у родственников, что муж никого не должен спрашивать, и так далее. Потом, когда он почувствовал, что подгорают, он переметнулся на российскую сторону и начал убивать вчерашних своих соратников. Но он был не совсем выгоден Кремлю, потому что он просил слишком много власти для себя, не для народа. И 9 мая 2004 года прямо на стадионе в Грозном его взорвали. Взорвал его, естественно, Кремль, это был приказ Путина, и вместо него посадили Рамзана Кадырова, то есть его сына. И Рамзан Кадыров это тот, о котором они просто даже мечтать не могли, поэтому они его держат. Без власти Путина, без поддержки Кремля, Рамзан Кадыров и его окружение они никто. Они держатся на силе и мощи России. Только в одной Чечне сосредоточено более 100 тысяч российских войск. И когда я говорю российские войска, я не имею ввиду Кадыровцев. Более 80 русских военных баз в одной Чечне. Чечня, чтобы вы себе представили, 17 тысяч квадратных километров. По сравнению с Украиной, которая 603 тысячи квадратных километров. То есть в 35 раз меньше Чечня. И только в одной Чечне сосредоточено 100 тысяч войск. А чеченцев примерно 1 миллион, где 300 тысяч из которых за границей. Представьте себе, как сильно боится Россия Чечню и как сильно они должны поддерживать Рамзана Кадырова, чтобы его удержать в власти. Кадыров это существо, которое появилось из путинской пробирки. Это полный, максимально полный, чистый, негативный проект и негативная часть Путина. Вот каким на самом деле хочет быть Путин? Какой Путин сумасшедший? То есть если говорить вот это Кадыров. Поэтому кто-то когда говорит, что у Кадырова даже нет даже десятитысячной армии у него нет. У него нет даже пятитысячной армии. Это такая брехня. Вот в связи с началом войны в Украине Кадырову пришлось в целом показать все, что у него есть и он то, что у него есть умножил на пять и все равно у него не набирается так много людей. У него десяти тысяч точно не набирается. Когда он собрал этот митинг якобы в семьдесят тысяч, семьдесят восемьдесят тысяч отправить на войну в Украину я лично сам заинтересовался этим, взял объектив, посчитал просто по голове каждого на этой территории, это была территория резиденции, я просто прекрасно это знаю, и гектару ее знаю, потому что сам там был в качестве заложника, там не набирается человек около пятнадцати, шестнадцати тысяч, даже шестнадцати не набирается, где-то пятнадцать тысяч, все. И это с учетом гражданских силовиков, то есть следователи, участковые, такие люди. А если говорить про силовую часть, то лично у Кадырова, которые ему подчиняются, это два батальона, три отряда и три полка. Нет, один полк, один полк, по-моему. И сколько это человек? Это в общем количестве два пятьсот, 2500 человек. То есть ни о каких десяти-пятнадцати тысячах, которые захватывали Киевскую область, вообще не может идти и речи? Никогда. Мы даже считали, я брал за основу и источники спецслужб Украины, и источники Минобороны России, потому что я не доверяю кадыровской проваганде, потом брал еще источники от британской разведки и насчитал кадыровцев в Минобороны России два человека, а самих кадыровцев там какой-то отряд был, то есть где-то человек 20-30. Все, там больше не было. Тогда откуда эти сообщения про десять тысяч кадыровцев, которые будут захватывать Киев? Ну, тогда еще в начале войны? Ну, это такая щепетильная тема. Я не знаю, можно ли рассказывать тебе или твоим зрителям, но сейчас с начала войны в Украине в самой внутри России идет такая борьба. Есть российская оппозиция и есть оппозиция национальных меньшинств. И мы друг с другом не ладим. И вот основной тезис российской оппозиции либеральной, даже их медиа, изначально заключалась в том, чтобы в самом начале нападение через север на Киев было как раз таки в начале. их версия заключалась в том, что это не русские вас убивают, потому что мы братья славяне, а это вот чурки и узкоглазые хачи, чеченцы, буряты, дагестанцы и так далее, и так далее. И вот это стало отрывной точкой, когда я лично начал интересоваться, сколько потерь, например, у чеченцев. А потом также попросил коллег из Бурятии, из Дагестана, из Ингушетии, из Татарстана, чтобы они тоже посчитали, чтобы они посчитали, сколько действительно людей туда едут, и сколько людей, именно из национальных меньшинств, и сколько людей умирает. И более 90% это представители русской национальности. Это факт. И вот эта история о том, чтобы скинуть свою вину на нас, например, тот же Кашин, Пономарев, тот же Максим Кац, была вся эта история. И вот что меня опять во всем виноваты чеченцы, вот что меня разозлило в первую очередь, и я начал всем этим интересоваться. И выяснилось, что да нет, не чеченцы, это война про русский мир. И я все посчитал, как раз про чеченцев, я посчитал все очень тщательно. Поэтому пошли эти фейки о том, что это ни в коем случае не ваши братья славяне, а вот это вот они, другие. когда делаются такие построения, это достоверная информация, у подавляющего большинства этих людей нет патронов, у них даже бойков нет в автоматах, полностью вынимаются, нет патронов, ничего у них нет, оружие огнестрения имеется только у пары человек, это ближайшее окружение Рамзана Катырова, плюс у него самого, а сам он естественно полностью в бронежилетах, когда он снимает различные ролики, пропагандистское телевидение, ЧГТРК, Грозное, когда он якобы гуляет по центру города, то полностью район оцепливается, в каждых окнах, ну не в каждых, а через там дом сидят снайпера, они просто заходят в чужие дома, в квартиры, стучатся, ломятся, открывайте двери, на полчаса, два-три часа в этой квартире никого не должно быть, выгоняют всех в другую комнату и садятся возле окна, то есть снайпера держат позиции, и Рамзан Катыров якобы на велосипеде едет, якобы пешком проходит, якобы обычные жители снимают его на телефон, подбегают и так далее, это заранее заготовленные люди, которых где-то уже проверили, либо это работники, либо это жители, которые там проходили, им подходят и говорят, сейчас здесь будет Рамзан Катыров подходить, их полностью обыскивают, подойдете, поздоровайтесь, пожелаете, так сказать, ему здоровья, долгих лет жизни, скажете, что он очень хороший руководитель и так далее, и дальше пойдете, все, это делай, это искусственно создается, это стопроцентная информация, Рамзан Катыров не доверяет никому, и если Путин его оставит, то ближайшее окружение, тот же Магомед Даудов, Адам Телимханов и так далее, лично его уничтожат ради власти. Неоднократно Катыров заявлял, что и в Киевскую область приедет, и в Мариуполе он фотографировался. Как вы отреагировали, когда это увидели заявление? И для чего это он говорит, если он ни разу не был ни в Киевской области, ни в Мариуполе, не знаю, как сейчас, но когда наши военные там были, точно его там не было? Рамзан Катыров это маленький ребенок. Я сейчас не пытаюсь его оскорбить или как-то, я даю ему характеристику, так сказать, психологический портрет составил. Это маленький ребенок. Если посмотреть на историю его правления, то мы видим очень огромное количество приглашенных знаменитостей за миллионы долларов. Ван Даму приглашали, бразильские, кажется, или аргентинскую футбольную команду, которая мировые чемпионы являлись, приглашали, которым Рамзан Кадыров забил девять голов, кажется, или семь голов. Приглашали различных скрипачей, пианистов, Ван Даму, Марка Дакаскаса, Тайсона. Я уже не говорю о звездах российской эстрады, очень много, в том числе и с Украины тоже привозили там различные, еще до начала первой фазы российско-украинской войны, знаменитости приезжали и так далее. Почему? Он исполняет свои детские мечты. Вот когда я был маленьким мальчиком, когда я смотрел боевики 90-х годов, мне хотелось сфотографироваться там с Ван Дамом, с Чекичаном, и он это делает до сих пор, ему нравится, он тем самым повышает свой статус. И поэтому он говорит, что он воюет, что он является воином. Они снимают фильмы, вот действительно фильмы, где он борется с аллигатором, такой фильм в Ютубе можно найти, где он борется с анакондой, можно найти, сидит, молится, к нему подходит какая-то змея, вот подползает, и она раз, я вот так поймал эту змею, короче, борется с бедуинами, там на верблюдах, на лошадях в пустыне на него нападают, а он их там посохом разгоняет, там и так далее. Ему это нравится, он считает себя таким воином, поэтому он говорит, что он готов везде выехать, выполнить любую поставленную задачу, что он воин и так далее и тому подобное, но на деле он пустышка. Давай расскажем зрителям, что в январе этого года чеченские силовики насильно увезли твою маму Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода, где она стала фигуранткой уголовного дела и была отправлена в СИЗО и до сих пор вот она находится там. Сейчас как продвигается дело? До ее задержания, за 20 дней до этого задерживали меня, потому что меня подозревали в участии в модераторстве телеграм-канала Адат, который создал тоже мой брат Ибрагимин Голубаев. Мне угрожали, что меня вывезут в Чечню, что там будут убивать, пытать и все тому подобное, чтобы я дал показания. Я сразу сказал, что давать какие-то оговаривающие показания я не собираюсь. Если я могу сказать, то скажу, что я знаю. А достоверно я не знал ничего, поэтому я просто сказал, что я правозащитник, я работаю в правозащитной организации, все остальное мне неизвестно. Все. Потом я выезжаю, но я выезжал по идее на каникулы новогодние в Грузию и собирался вернуться. Но вот до моего возвращения они похитили маму. Похитили они маму, видимо, потому что я долго не возвращался. Ну, то есть договаривали, что я вернусь примерно числа 12 января, а я не вернулся, и они вот в 20-х числах уже похитили ее. Ее похищали абсолютно незаконно. Врываться в квартиру полицейским по закону России не разрешено. Только в двух случаях можно это делать. Это если в этой квартире совершается преступление или если там скрывается преступник. Никакой из этих причин не было. Велась трансляция онлайн и видео, все-все есть. В квартире никаких нарушений не было. Помимо этого в квартире находились адвокаты, правозащитники и у самих сотрудников не было документа, который подтверждал бы, что они имеют право на задержание человека. У них была какая-то полулегальная листовка, постановление о том, что на нее оформили привод. При этом привод был оформлен абсолютно незаконно, то есть там не хватало оснований. Дело было вообще не касающееся моей матери и только в нижней последней части, то есть фигурируют абсолютно нам неизвестные третьи лица, но почему-то насильно привозить необходимо мою мать. При этом в соответствии с законом таким вот образом действовать нельзя. Если человек добровольно не идет, тем более это 2000 километров от Нижнего Новгорода до Грозного, это можно было бы сделать дистанционно. Там же эти сотрудники могли ее опросить и никаких проблем нет. То есть если так говорить. Но они врываются, они прям штурмуют квартиру, достают оружие, угрожают всем и волокут ее. Прям не берут ни инсулина, она инсулино-зависимая, никаких средств личной гигиены. В итоге ее везут в Чечню и там оформляют по делу, якобы она напала на сотрудника. То есть в таком вот состоянии в сутки ее везли без инсулина, без еды нормально, а есть она не могла, потому что нельзя без инсулина есть. Диабетики могут подтвердить. И вот в таком состоянии якобы она напала и прям чуть глаз не выколола к дыровцу и поцарапала ему лицо. При этом доказательств этому нет. Я имею в виду фит, фото, видео, ничего подобного у них нет. И это несмотря на то, что в отделе полиции, там, где она находилась, якобы, где она совершила нападение, были видеокамеры. И в этот конкретный момент, в этот день эти камеры не работали. Вот это самое удивительное. Собственно, ее посадили в итоге в СИЗО. Добавили к этому делу еще дело якобы о мошенничестве. Ну, это дело добавили, потому что хотят скрыть и легализовать это вот такое, именно этот захват этот насильственный. И сейчас дело находится на стадии судебного следствия. То есть идет суд, судебный процесс. Не знаю, мне в личку сами кадыровцы пишут и угрожают, злорадствуют, пишут, что ее хотят посадить на 5 лет. Но я не знаю, как в принципе можем, то есть в соответствии даже с законом российским, ее не могут держать в СИЗО. Запрещено держать людей с диабетом. Судьи, которые рассматривают в целом эти дела, исследователи, которые рассматривают это дело, и даже начальник полиции, в котором это якобы все произошло, это нападение сотрудника, являются, так скажем, либо дальними, либо близкими, либо около родственниками, либо друзьями. Например, начальник полиции. Кадырова? Не-не, наши, наши, наши семьи. Не Кадырова. Они, вот эти люди, они очень максимально далеки именно от клана Кадырова вообще. Чтобы в целом было понимание, в Грозном меня конкретно или моего отца или мою мать знают в разы больше людей лично, лично на знакомых, больше, чем у Кадырова. У Кадырова там знакомых вообще нет. То есть Кадыров для всех этих, для грозненцев, Кадыров чужой. Кадыров для всех грозненцев это человек не просто из деревни, а из низшего сословия в деревне. И это не речь не о том, что там кто-то если из деревни, то это какие-то там отсталые люди. Нет, ни в коем случае. Просто это такой человек. Так вот, эти люди, они, например, многие из них, например, из судьи, были у нас дома. Некоторые из них у нас ночевали. Почти всех из этих людей моя мать кормила с нашего стола. И многие из них хвалили ее за вкусную еду. Вот, как-то так. И сегодня они стали такими вот лицами, которые некоторые из них отказываются, кстати. Это тоже нужно отметить. Самым первым судьей, который отказался вести ее дело, это как раз русский судья Дмитрий Горбовцов. Мы, я лично вместе с ним, мы делали шашлыки у нас во дворе. И есть примерно четыре судьи отказались вести это дело. И сейчас в итоге оно оказалось у какого-то максимально нейтрального судьи, которого отец не знает. Но все, что адвокаты, что юристы, схожи сомнением, что это дело ни в коем случае не может быть в Чечне. Его не могут разбирать и рассматривать в Чечне. Там идет конфликт интересов. Но, несмотря на это, ввиду того, что это политическое дело и его заказал сам лично Кадыров, оно продолжает. Его продолжают, несмотря на эти нарушения, его продолжают ввести в Чечне и отказываются даже проводить тщательное расследование. Даже то, как они сфальсифицировали фейковое дело, там даже таким вот образом есть нарушения. И они эти нарушения даже устранять не хотят. Не хотят возвращать прокурору. Так что в ходатайствах адвокатам отказывают постоянно, ее держат дальше в СИЗО, несмотря на огромную кучу смягчающих обстоятельств и обстоятельств по здоровью. То есть это все продолжается, потому что личный приказ Кадырова. Вы приезжали в Киев, чтобы помочь нашим чиновникам и активистам создать и представить общественности единую базу данных о военных преступлениях российской армии во время двух российско-реченских войн и нынешнего вторжения в Украину. У вас это получилось? Да, я много встречался с разными людьми, и мы сегодня проводим эту работу в этом направлении. Есть результаты. У нас есть, что рассказать и показать всему миру. Представьте себя начало 2000-х годов, когда Россия уже начала войну против чеченцев. Они что сделали? У них была своя программа, армия воевала, но у них были спецотряды, которые проводили вот эти зачистки, забирали молодых парней и убивали их в самой ужасной форме. К примеру, я даже пример приведу. Связывали вместе этих молодых парней и подрывали на взрывчатке. То есть тела разрываются на куски. Потом люди собирали их по кускам. К примеру, у меня есть такие записи, есть также записи, фотографии, где люди похоронены заживо. То есть эти группы, спецгруппы российских оккупантов наводили в страх населению Ичкерии, именно чтобы такими методами запугать население Ичкерии и чтобы поставить вот эту марионетку в лице Кадырова. Украине хотят сделать так же. Они могут сделать так. Они хотят сделать этого. Русский оккупант это самое отвратительное бесчеловечное существо. Если он чувствует себя победителем так чуть-чуть, то он тогда покажет свое истинное лицо. Сегодня русский оккупант не чувствует себя победителем. Посмотрите последние сводки. Хаймарсы ударили сюда, хаймарсы ударили туда. Потом байрактары там ударили. То есть эта армада, это скопище военных преступников сегодня находится в страхе перед этим оружием. Такого оружия у русских нет. вот здесь они проигрывают. Когда вот это все начиналось в этом году в Украине, когда они пошли таким маршем, когда я увидел вот эту военную технику, старую советскую технику, было видно, что куда вы прете? Вы идете на явную смерть. То есть это была военная техника, которую я когда-то видел в воинских частях своего отца. Но мой отец был офицером советской армии. Это самоподки, это БМП, это танки. То есть все это старье. Ничего у России сегодня нету такого серьезного оружия. А какое количество военных преступлений россиян против чеченцев вы лично зафиксировали и есть доказательства? В то время, когда шли боевые действия на территории Ичкерии, в то время было очень опасно пользоваться видеокамерами. Тогда не было смартфонов и за использование видеокамер, если они где-то заметят и так далее, то они могли просто убить людей. и наша республика после оккупации, когда Россия уже начала войну, была блокирована во всех отношениях, оккупирована, потом блокирована информационно, журналистов не пускали, не пускали разные международные организации, то есть для того, чтобы скрыть вот эти факты. Но были люди, смелые, мужественные люди, которые действительно проводили вот эту работу, собирали факты по крупицам, по возможности. И поэтому мы можем говорить, что собрали не всё, лишь только часть. Но если говорить о количестве военных преступлений, это более 300 тысяч убитых мирных жителей. И из них 45 тысяч детей. Это очень много для населения, которое можно сказать, насколько было в то время, где-то миллион 200 тысяч чеченцев, ну примерно я говорю. Говорить и признавать, что нас уничтожали под молчаливое согласие мирового сообщества. Никто не заступался, никто за нас что-либо там не сказал нашу поддержку. Нас не поддерживали, боялись поддерживать, потому что нас объявили международными террористами, к примеру. Это звучит так же, как например сегодня говорят, что украинцы фашисты. Заходят на нашу территорию, нас называют, дают вот этот ярлык, вешают нам и уничтожают нас. И еще там у них совести хватает нас вот так называть бандитами, террористами, фашистами. Это сами фашисты и террористы. Почему сейчас Запад объединился и выступил против действий России, а в случае с Чечней вас оставили один на один с врагом? Рамина, ну в тот период в принципе вот знаете как и судьба у человека есть еще такое уважение карма, у каждого народа есть своя судьба или своя карма, так скажем. Нам всегда не везло именно с историческим моментом. Когда распался СССР в мире были уже налажены хорошие отношения между Западом и Россией. Бывший Советский Союз в лице обновленной Россией он им представлялся таким партнером союзником, который начинает преобразовывать страну по демократическим принципам, с ней выгоднее было налаживать какие-то экономические отношения. Также это высвобождало Запад для решения своих насущных проблем на Ближнем Востоке. Тем не менее сам Ближний Восток это же очень сложная политика Ближневосточная политика и плюс это экономически очень можно сказать самый важный регион мира. Поэтому вот эти два фактора нового отношения с Россией накопившиеся проблемы необходимость переключиться на Ближневосточные проблемы способствовало тому, что маленькие проблемы какой-то там маленькая затерявшаяся далеко на Кавказе Чни просто на это были закрыты глаза. Тогда это было неинтересно и в стратегических планировании стратегического планирования это не входило никакие планы западных скажем но сегодня ситуация изменилась запад видит что Путин уже они видели они не могли не видеть его роста но запада он нет такого сегодня есть такое рассложие выражение коллективный запад но нет такого цельного коллективного запада он очень разный скажем если запад 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 европа если скажем в лице германии и франции она как-то нейтрально относится к россии потому что россия это как бы для нее баланс это баланс так скажем против сша они могут балансировать между штатами и россии то для восточной европы это очень агрессивный и опасный сосед для той же польши для прибалтики и нельзя сказать что есть такой коллективный запад который всецело как-то относится одинаково к россии но в лице лидера западного мира сша они поняли что ситуация в россии уже дошла до такой ситуации то есть дошла до такого критического накала что уже агрессия россии она будет ухлёстываться не только в украину но через украину и на восточную европу это мне кажется для политиков штатов это стало очевидно и когда еще летом прошлого года начали выводить войска с Афганистана для меня лично вопрос того будет ли война в Украине был ясен то есть я это может быть я ошибался но я это связал с тем что разведданные спецслужб Соединенных Штатов Америки имеют какие-то данные о том что все-таки мы же были где-то более года в ситуации когда шли военные маневры на границе Украины с Россией и когда стали выводить войска с Афганистана мне почему-то показалось что они готовятся к агрессии России против Украины для меня это был таким сигналом Запад и другие страны боялись испортить свои отношения с Россией если бы в свое время они заняли бы сегодняшнюю позицию вот такую твердую позицию не было бы войны в Грузии и сегодняшней войны в Украине то есть вот этой трагедии убийства мирных жителей всего этого не было я верю в это мы в свое время все наши лидеры которые были убиты русскими оккупантами все поочередно все наши лидеры они требовали и просили мировое сообщество открыть глаза оказать нам помощь вот даже вот помощь в том чтобы сказать правду что происходит что происходило в то время то есть эти военные преступления это агрессия это оккупация нашей территории вот но в то время за нас никто не заступился за нас никто ничего не сказал не было такого не было такой помощи не было такой поддержки но сегодня Украина идет война я очень рад что и рады чеченцы что люди в мире открывают глаза видят что действительно происходит в мире но представьте какой-то шизофреник сидит в Кремле и махая своей дубинкой пытается испугать все человечество он открыто заявляет он открыто говорит что готов пойти дальше третья мировая война что ли да я знаю что он этим подписывает смертный приговор себе и самой России и даже вот помню слова отца когда он говорил что Путин добивает Россию а сегодня мы это видим сегодня мы можем сказать что да действительно это так Путин добивает Россию он ее просто уничтожает и позорит Дудая можно считать даже диссидентом в Советском Союзе хотя он был в высшем военном руководстве и он исправно то есть он был честен своему долгу он был честен своей присяге но тем не менее понимал что служит добру мне так но это мое предположение потому что впоследствии уже будучи президентом Чеченской республики Чьеви то что он высказывал относительно сути российского общества и сути российской власти он называл такое явление как русизм для него это была особая идеология русизм как нацизм он именно так ее называл вот вот это осознание к нему не могло прийти в одночасье то есть уже в те годы когда он служил стратегической авиацией России я уверен что он уже тогда понимал что сама идея этого российского общества она связана с этой идеологией российской поэтому сами слова Джохара Дудаева о том что Европа станет своим внутренним делом в России они так же пророчески как вы думаете российское руководство способно пойти с войной на страну члена НАТО ну в одночасье нет то есть это как делается то есть если бы агрессия против Украины пошла бы по плану удалось бы то это меняло не просто там отношения между Украиной и Россией это меняло саму мировую архитектуру сложившуюся после Второй мировой войны мы знаем что она начала меняться уже с конца 20 века когда США посчитали посчитали себя жандармами мира позволили себе как-то вторгаться безответственно в ближневосточные страны в Афганистан то есть эта архитектура она должна начала меняться давно и соответственно Российская Федерация ее руководство в частности Путин они считали что каких-то многоходовых то есть после Украины сам калейдоскоп взаимоотношений в мире он должен был измениться там это затрагивал целый пласт стран такие как Китай мы сегодня видим нагнетание обстановки вокруг Тайваня ситуация после захвата Киева она должна была в мире кардинально измениться и тогда вот в этой новой сложившейся мировой ситуации естественно они надеялись и на захват прибалтистских стран и скорее всего и больше то есть это территории которые исторически входили в Российскую империю что общего что разного военном конфликте в Украине и в Чечне общее это та основная насильственная насильственный подчерк России которое она несет за собой в любые регионы на любые земли как она применяет точки у ракеты точку как она в Чечне это делала но она ими попадает не конкретно в военные объекты а в гражданские было много уничтожено мечетей роддомов больниц школ рынков после которых умер то есть полные полные мечети полный рынок полная школа и после этого умирали люди огромное количество людей за один день в 99 году как только война начиналась просто за один день из гражданских не военных гражданских было убито более 150 человек просто один день это там разбомбили много чего второе сходство это то что Россия думала быстро захватить столицу что не получилось ни в первом ни во втором варианте третье это тактика когда они использовали танки в город да то есть в центр ну естественно это всегда провальная тактика всегда можно уничтожить быстро и как в Чечне так и в Украине в городской части они много потеряли техники и что самое важное использование лояльных людей в местной администрации когда такие люди как например сейчас кто там всякие эти ДНР кто возглавляет Луганск кто возглавляет вот вот Шилины тот же самый Крым и все тому подобное все то что это происходит такая же тактика и в Чечне была с кадровцами просто точно так же референдумы в 2003 году якобы провели референдум в Чечне и якобы Чечня решила войти в состав России конечно это был полный фарс это полная чушь я прекрасно помню этот 2003 год и этот референдум никто из моих родственников ни моих друзей ни их родственников не пошел на этот референдум вообще просто никто и есть фотодоказательства доклады которые писались международными наблюдателями что на эти митинги ходили военные России и голосовали военные России и голосовали это одно из одно из нарушений то же самое же в Крыму произошло там же такой же фальшивый референдум провели никто в этот референдум не верит если сегодня проведут те же референдумы в Донбассе в Луганске или где-нибудь еще или в Керсоне никто в это не поверит да никто в это не поверит это брехня просто Путин это уже делал и делал это в Чечне вот это общее что я хотел отметить разное что есть это та поддержка которая есть у Украины и она абсолютно заслуженная это одно второе Украина она все-таки в 40 раз больше чем Чечня и сил больше второе третье Украина все-таки готовилась все это время к войне с Россией там укрепрайон и что-то подобное тут хорошо отрабатывает на самом деле как мне кажется генеральный военный штаб естественно без ошибок не бывает но в целом работа хороша и доказательства то как эффективно не имея доступ к Черному морю Украина разносит флот России на море Черном это доказательство тому что Путин уже даже поменял главнокомандующего Черноморским флотом это просто вот это супер круто вот и как мне еще кажется одним из главных плюсов является еще то что Зеленский почуял быстро и очень хорошо какие люди например как кум Путина могут стать теми самыми новыми пушилинами вот у чеченского руководства на тот момент в Эчкерии они понимали что есть какая-то крыса но не могли определить они не могли поверить что крысой мог оказаться Кадыров который призывал к джихаду они не могли поверить а вот не важно это Зеленский или его администрация или кто-то еще не важно но сама система которая работает в Украине она быстро определила крысу и совершила все необходимые действия по этому поводу в этой части очень хорошо работает СМИ у Чечни на тот момент не было СМИ Россия целенаправленно уничтожила все радиомаяки все-все все-все телестанции для того чтобы не могли чеченская сторона не могла освещать военные преступления тут все работает круто плюс тогда не было интернета телефонов когда можно было на месте сразу фиксировать для того чтобы снять хоть что-нибудь необходимо было иметь огромную бандуру эту камеру там всякая там Panasonic и все тому подобное и естественно вот эти штуки эти камеры российские военные всегда у нас отбирали и это понятно почему чтобы не было фиксации я считаю что Украина обязательно выиграет она победила еще в тот момент когда Путин напал другое дело когда это произойдет и надо помнить если сегодня вся Украина падет то завтра как например делают все эти военные формирования из Луганска и Донбасса они же автоматически превратятся во все украинские и пойдет расширение этого русского мира и вонючего Советского Союза дальше на запад поэтому такое допускать в коем случае нельзя когда началась первая Ченская война в знак протеста против ввода войск подал в отставку министр юстиции Юрий Калмыков и его поддержал Евгений Примаков председатель правительства когда Путин развязал войну в Украине я не видела таких отставок и противоречий со стороны правительства что это значит что Путина боятся больше нежели Ельцина или там все поддерживают войну однозначно при Ельцине несмотря на то что Ельцин был также политиком великодержавным имперским воззрением но все-таки при нем в России действовали демократические институты также можно напомнить Немцове которая собрала кажется миллион подписей чтобы остановили войну в Чечне но тем не менее политическая воля самого одного лидера в лучших традициях правителя Российской империи когда один человек решал несмотря на если бы скажем в любой демократической стране был бы собран миллион голосов за остановление какой-либо войны мне кажется война была бы остановлена но тем не менее в Чечне она не была остановлена по крайней по крайней мере тогда были такие еще институты которые может быть из-за того что демократические институты не окрепли в России они не действовали но возможность выразить свое мнение была и у политиков и у пресса была такая возможность сегодня всего этого все это напрочь отсутствует при путинском режиме естественно Путина боятся больше чем Ельцина Ельцина нельзя даже сказать что Ельцина боялись где-то над ним даже подшучивали а сегодня вряд ли кто-либо будет в России подшучивать над Путиным то есть это разные ситуации вы как думаете что люди искренне боятся за свою жизнь им все равно или они все-таки поддерживают потому что это какой-то такой удобный способ для россиян и для высшего руководства сказать что вы же видите режим мы ни при чем мы обычные люди мы конечно же так против войны но что же мы поделаем тут как говорится нашли друг друга вот это как бы общество нашло своего лидера и лидер нашел свой народ так скажем то есть тут это взаимообоюдное явление нельзя сказать что народ до того боится Путина и поэтому не может как-то выразить протестные какие-то сделать какие-то протестные заявления естественно российского общества сегодня в своем абсолютном большинстве поддерживает политику Путина но и тем не менее Путин понимая вот ментальность этого общества он также в предыдущие годы очень долго укреплял свои властные основы он ликвидировал своих возможно политических оппонентов и зачистил можно сказать политическое поле вероятных катаклизмов своей власти личной власти скажем ваш отец также заключал мирный договор с Россией но они нарушили все договоренности то что с Россией нельзя заключать никакие договора но я думаю что не только Украина уже и весь мир это понял но любая война заканчивается переговорами как быть в таком случае не верьте России да вы сами это уже знаете в данном случае что нам нужно сделать нам нужно победить вот нам всем нужно это сделать чтобы поставить точку кстати я даже думаю что сам русский народ выиграл бы от этого от поражения Путина и встал бы с колен потому что все руководители России которые обитали в Кремле они мы знаем как они относились и относятся сегодня к своему народу сегодня русским приходится выживать и очень много русских уехали из этой страны и как я люблю говорить сегодня меньше стало заводов и фабрик в России но больше стало олигархов в России Россия никогда не отступала перед неудачными какими-то военными операциями если у нее какая-то какая-то военная акция начиналась неудачно как это случилось в Чечне через два года имеется ввиду Чечне в первую войну через два года они осознали что все-таки они завязали и решить военным путем не удастся даже против малой Чечни они в себе нашли силы отступить отойти и пересмотреть свои ошибки точно так же сегодня это уже очевидно что Россия ищет какие-то моменты чтобы выйти из этой войны достойно с лицом так скажем хотя какое лицо может быть в агрессоре но тем не менее они ищут для себя подобные пути для того чтобы как-то не ударить грязь перед своим российским обществом собственно и перед мировым сообществом и если им будет позволено сегодня как-то выйти из этого конфликта сославшись на то что сам украинский народ также потерпевает какие-то тягостые войны что для украинцев это скажем все-таки приемлемый вариант если будет повторен этот сценарий который состоял в Чечне то однозначно Россия выйдет и учтет все свои ошибки недочеты и вновь вернется в Украину с войной которая уже будет не в пользу Украины сегодня для Украины нужно завершить войну возвращением и восточных областей и возвращением Крыма как говорится до победного конца потому что такого шанса уже во второй войне Россия и Украина не даст то есть никаких переговоров уступок воевать до конца абсолютно у нас были такие политики которые также предлагали нашим политикам хотя в нашей ситуации это казалось когда ну само завершение войны казалось вроде бы как бы удачным сценарием для Чеченца но в те годы теперь мы осознаем по прошествию времени что в те годы у нас было куда больше и моральных и материальных сил бороться нежели уже к началу второй войны то есть все познается в сравнении сегодня украинцы они имеют высокий боевой дух они имеют моральное превосходство на России Россия сегодня очевидна что это страна агрессор завтра она не вернется как страна агрессор вот вы наверное слышали взрывы домов в России это в Москве конечно сегодня уже никто не скрывает что это была инсценировка российских спецслужб но тогда доказать что это миру это было невозможно то есть Россия вернется с чем-то таким что что Украина будет выглядеть как-то не знаю то есть тех моральных преимуществ которые сегодня есть в Украине Россия постарается их решить очередной этап нужно это учитывать даже если умрет Путин Россия все равно вернется однозначно потому что начинал войну в Чечне скажем Ельцин а вернулся уже Путин вернулись при Путине пока что Россия сравняется в тех рамках она не может быть ни империи сами размеры огромные огромные размеры России внушают это чувство державности российскому обществу эректорат который живет великодержавными идеями он не может не привести к власти кто бы не пришел к власти любое очередное правительство с таким электоратом в таких рамках существует в этих государств в таких рамках оно все равно будет внести подобную агрессивную политику против соседей поэтому у нас у меня было несколько докладов которые обозначали что вообще те цели которые были заявлены Россией против Украины это демилитаризация и деноцификация Россия сама требует и демилитаризации и деноцификации пока этого не будет произведено соседние России не могут жить в спокойствии А как думаете почему им удалось навязать общественности такой образ чеченцев когда началась первая российско-чеченская война я была маленькая и у меня ассоциация с чеченцами что это какие-то жестокие люди террористы да я это все видела в прессе и когда уже мы сами столкнулись с россиянами я уже когда смотрю эти кадры понимаю что 94-й год а почерк такое же Самашки Буча вторая российско-ченская война это наш Мариуполь если мы сейчас на эйфории будем радоваться и забудем о российской агрессии то они снова к нам придут и все-таки у них получится как это было с Чечней то есть мы сейчас проходим ваш путь но разница в том что нас поддерживает мировое сообщество я помню 2014-й год когда все это начиналось в Украине я выступал на митинге вместе с украинцами я помню эти слова которые я там сказал я сказал вот что началась война в Украине и украинцам сегодня лучше изучить посмотреть на историю чеченцев что делали русские на нашей земле и как они это делали то есть это война это оккупация это тактика это как какие методы и то же самое происходит сегодня в Украине и вы сказали да вот что вы не могли знать вот например я понимаю конечно это российская пропаганда работала это нас блокировали была информационная блокада мы не могли вот у нас нам не помогали в этом чтобы рассказать правду сегодня да сегодня мы у нас есть площадки что очень важно для чеченского народа мы выступаем мы говорим мы называем вещи своими именами мы показываем фактами что у нас происходило мы сегодня да помогаем украинцам и на митингах и на на фронтах и вот в информационном поле вот и также нашим опытом что очень важно вот прямо сейчас я говорю не позволяйте русским разделить вас вот они пытаются это сделать разделить украинцев чтобы добить украинцев чтобы оккупировать Украину им это не удастся я уверен украинцы это не тот народ который можно покорить который можно покорить не покорят и не победят этот народ а вот вам со стороны видно на какие болевые точки россияне сейчас либо в будущем будут давить чтобы все-таки разъединить нас в первую русско-чеченскую войну они пытались разделить нас да там мы были разделены как бы но все-таки друг друга не стреляли не стреляли чеченец не хотел стрелять в чеченца но они использовали все методы может не все но некоторые методы чтобы просто разделить нас чтобы легче было нас покорить к нам на нашу сторону перешли скажем те чеченцы которые тогда работали на русских они не хотели в нас стрелять они встали рядом с нами большая часть вот они не смогли нас в то время разделить не смогли но с приходом Путина пришел Кадыров его марионетка и с помощью этого существа вот все-таки они смогли заставить чеченцев убивать чеченцев какие именно методы у ФСБшников вот к чему нам готовиться вот нас например разделили в религии разделили там ну дали какие-то названия вот они что любят вот вешать ярлыки и разделять на группы вот общество самообщество разделять их на группы это наверное первое я скажу что опасно они вот пофамильно тоже любят делить например у нас были вот командиры наши чеченского сопротивления это Шамиль Басаев Руслан Гилаев и другие известные наши командиры то есть они вот я про ярлыки сейчас скажу вот стали забрасывать вот такие сделали такие бросы вот люди поддерживающие Басаева Басаевцы называли люди поддерживающие Гилаева Гилаевцы и знаете автоматически эти люди разделяются и могут встать друг против друга появляться какие-то амбиции недовольства вот и они между этими группами проводили огромную работу чтобы столкнуть эти группы людей вот такие методы ну это как у нас разделяли что запад Украины схит кто говорит на украинском на чистом кто на русском а кто на суржике и получается они находят кто за Зеленского кто против ищут каких-то предателей в команде президента даже волонтерские какие-то начинания говорят про какую-то дережку денег я думаю что в этом есть какие-то нотки работы ФСБ ну и плюс агенты очень много в Украине спячих агентов я верю в это да я согласен с этим ну вот точь-точь как вы сейчас сказали вот так они делят вот у них много агентов вот работает агентурная такая сеть мы даже по себе вот чувствуем здесь в Европе в России много агентов которые работают над нами которые провоцируют чеченцев на какие-либо действия в Европе буквально вчера опубликовали новость что по данным ГУР в Чечне готовятся отправить на войну так называемых добровольцев четыре батальона это ребята из сельской местности которых ловят им угрожает запугивают вот что бы вы могли посоветовать людям которых насильно везут воевать в Украину в первую очередь сделать все возможно чтобы сюда не ехать все возможно но к сожалению ситуация настолько сложна что у них практически не бывает выбора ведь угрожает не только им самим но и их родственникам на примере того же Абубаркара Янгулбаева и многих других наших деятелей угрозам подвергаются их родственники ближайшие матеря сестры их дети их жены родственники со стороны их жен родственники со стороны их отцов матерей даже соседи их друзья одноклассники всех подряд любого из них привозят пьют током издеваются унижают раздевают женщин снимают на видео трогают а потом этим как-то шантажируют и так далее поэтому выбора у них практически нет но те четыре батальона о которых говорится там в основном будут не чеченцы за счет так как чеченцы не хотят ехать плюс из-за того что в частности батальон имени шейха Мансура недавно дал огласку некоторым своим планам то есть о создании отряда черный февраль под руководством опытного командира Хайбаха российское руководство было вынуждено оставить в регионе большую часть скопления своего войска и многие кадыровцы также остались если раньше они выезжали то сейчас они остались поэтому делается вид якобы что это эти батальоны из Чечни но набор происходит из представителей жителей других регионов например из Северного Кавказа тоже или откуда они Северного Кавказа очень мало едут очень мало за счет русского населения русские приезжают ты хорошо знаешь Кадырова в чем у вас слабое место его слабое место это одновременно и сильное место это Путин и деньги это вот то на чем держится его власть и вот то на что необходимо давить не будет денег не будет Кадырова и при этом вопрос с Путиным он не так остро стоит потому что допустим не будет Путина а система будет той же и новый человек в Кремле договорится с Кадыровым и продолжит вести ту же политику А какой процент реально чеченцев готов воевать против Украины Я этих людей тоже считал потому что тоже мне было интересно опять же учитывая то что как некоторые представители титульной нации нашей большой страны России хотели нас в этом обвинить что опять виноваты во всем чеченцы буряты татары дагестанцы я насчитал около 2700 человек частично эти данные подтвердились украинской разведкой тех людей которых я там не нашел я их устанавливал уже самостоятельно через ну на месте имеется ввиду людей из Чечни и далее потом сам Кадыров даже подтвердил что чеченцев там воют около 3000 но мы должны понимать что Кадыров всегда врет и завышает он же всегда любит 10 тысяч десятки тысяч 99% это его вот история про детский абсолютизм и максимализм вот поэтому 2700 человек и если говорить о процентах то от населения Чечни это 0,2% если говорить о в целом количестве чеченцев вообще там в России по всей и в остальной части то это 0,1% а если мы будем сравнивать это количество с количеством всей армии России то это еще меньше кстати нельзя забывать еще и про чеченцев которые воюют за Украину и тут конечно насколько я понимаю их даже больше чем Кадыровцев просто они не так пиарятся я просто им уже говорю пишу вам нужно показывать то чем вы занимаетесь вы не обязательно должны постоянно показывать как вы воюете и стреляете да нет это в целом показывать повседневную деятельность то что Кадыровцы показывают это же тиктоки они реально в контактном бою не принимают участие очень-очень редко и это в том числе подтверждается также и военными военными Украины я из разных источников слышала что наши военные расстраиваются когда берут в плен ДНР ЛНР потому что они и России не нужны и нам тоже когда русские это хорошо потому что их обменивают но когда кадыровцы это очень круто потому что их обменивают за них спрашивают иногда их можно обменять два наших военных на одного кадыровца получается что Кадыров больше ценит своих людей чем Путин одна из причин такая что кадыровцы это ценные в кавычках кадры для российского руководства потому что нужны им предатели предателей очень мало в Чечне соответственно все те предатели которые едут они нужны на месте и без их поддержки сама Россия не сможет долго удерживать регион потому что любое вмешательство со стороны иностранного государства в чужое оно поддерживается за счет местных предателей не важно кто они какой национальности и так далее только за счет предательства держится диктатура в другом государстве поэтому им нужны предатели на месте если эти люди будут попадать в плен то на месте никого не будет поэтому это одна из причин почему их забирают вторая причина это чтобы они не болтали лично если они будут болтать нижнего что Рамзан Кадыров такой плохой секой на камеру естественно весь миф о Рамзане Кадырове он начнет рушиться поэтому Рамзан Кадыров естественно с дозволения Путина и так далее выдает огромные деньги огромные ресурсы чтобы этих людей как-то оставить то есть они готовы отдать и двух и трех и десятерых украинцев лишь бы вытащить этого Кадыровца чтобы он лишнего не болтал и я понимаю украинское руководство почему они идут на этот шаг если бы у меня сегодня был один Кадыровец я бы его смог обменять на десять украинцев я бы это сделал абсолютно вообще не думая даже если это известный Кадыровец абсолютно не задумываюсь я помню даже когда шла первая русско-чеченская война на улицах лежали убитые российские оккупанты там офицеры солдаты в общем и мой отец Аслан Масхадов обращался к русским генералам радиостанции и он их вот просил просил да заберите тела своих убитых похороните их и знаете русские генералы не делали этого они не хотели останавливать боевые действия там на день на два чтобы могли собрать тела этих убитых вот и эти тела убитых русских оккупантов поедали кошки собаки потом пропал без вести и так далее вот так они отчитывались там перед родителями вот такое отношение у русских генералов и политиков к своей так называемой армии как обстояла ситуация с пленными или они тогда не брали в плен да было такое конечно наши бойцы наши воины попадали в плен и если они попадали то я помню одну видеозапись она у меня есть где идет обмен военнопленными мы со своей стороны отдаем военнопленных такие можно сказать постиранные откормленные в такой нормальной свежей форме постиранной мы их отдаем а мы забираем своих чеченцев которые к ним попали всех избитых кого-то несут на носилках искалеченных побитых вот что они делали они забирали мирных жителей из мирных населенных пунктов и нам приходилось уже обменивать этих военнопленных преступников на мирных жителей которые были у них в руках и я помню один случай тоже первую русско-чеченскую войну помню пришли матери российских солдат они пришли к моему отцу и просят отдать военнопленных то есть ищут своих сыновей там и если они живы и они попали в плен то они просят их отдать вот и я помню как отец сказал им ну почему вы приходите я не могу понять одного почему вы ко мне приходите почему вы не идете к русским генералам которые отправляют их на войну чтобы убивать нас почему вы у них не требуете вот и он их отдал он их отдавал этих военнопленных этих преступников отдавал если брать внимание весь исторический опыт вы видите независимость Чечни это вообще возможно но я считаю что это неизбежно сегодня уже независимость Чечни это стало неизбежностью ментально она состоялась и в марсе как самих чеченцев так и в марсе самих россиян сегодня русские так скажем они да мы Чечня сегодня продолжает требовать в составе российской федерации но приезжая в грозные и я наблюдаю за блогерами российскими которые дают какие-то видео обзоры с горчичны или с самого грозного они в Чечне несмотря на то что сегодня Чечня является субъектом федерации оккупированная на самом-то деле это оккупированное независимое государство но они сегодня причисляют к субъекту российской федерации а высказываниях блогеров и других посетителей с россии все-таки становится очевидно что это все-таки независимое государство временно оккупированное российской федерацией подход как к чужой стране подход как к другой культуре к другим людям то есть на ментальном уровне невозможность сожительства в одном государстве чеченцев и русской она уже стала очевидна с обеих сторон и только вопрос времени когда вот этот разрыв оформится окончательно и будет признан международно так скажем самой россией но вы как историк думаете что это ближайшее обозримое будущее или нет да я считаю это ближайшее обозримое будущее и связано это конечно же с событиями самой россии мы видим как развиваются события самой россии россия она после развала советского союза так и не смогла ничего предложить нового плане идеи мы знаем что любые империи скрепляют какая-то идея какие-то ценности которые предлагаются одним имперским народом другим завоен народом то есть российская власть она за пришедшие 30 лет почти что 30 лет или даже уже 30 лет уже более 30 лет она не смогла предложить ничего в плане идейного для народов которые сегодня сосуществуют в составе российского государства с русским народом и в этой ситуации развал российской федерации он неизбежен а когда начнется процесс распада российской федерации естественно первым претендентом на это будут чеченцы которые это это не событие вековой давности даже не полу вековой давности мы еще живые поколения которые участники двух войн за 20 век чеченцы дважды подверглись кинозависим это выселение 44 года когда более 50% чеченского населения просто погибло в холодных степях от голода и холода без единого выстрела это была страшная тагедия и буквально через 30 лишних лет опять объявил свою независимость чеченцы подверглись двумасштабным войнам которые погибли опять-таки одна треть населения переносит то есть две страшные трагедии за 1-20 век и к началу 21 века вот скряду вытерпит еще какой-то подобный сильный катаклизм народ который ну любой народ он же подсознательно понимает что его цель сохранить себя выжить и сохранить свою ценность как какой-то этнической системы как какой-то особой культуры всегда возникает какие-то противоречия политического характера экономического культурного характера когда вопрос стоит между вопрос стоит между быть или не быть физически все эти другие аспекты культурного политического экономического характера они просто отодвигаются назад чеченцы сегодня находятся именно в такой ситуации у нас вопрос вообще вопрос выживания сохранить народ как такового вообще для народа мира поэтому мы не спешим чеченцы не спешат но это не значит что чеченцы забыли то что произошло что они смирились со своей ситуацией это абсолютно такой неприемлем в нашей ситуации мы ждем своего а вот кто помимо украины может стать потенциальным партнером для возвращения независимости чечни ну на сегодняшний день мне кажется что подобно другой страны нет чеченцы долго смотрели с надеждой на турцию как на регионального игрока ну сегодня эрдоган возвращает политику старую кемалийской политики он возвращает старую османскую политику она она несколько такая ну она такая вилеватая она такая неоднозначная эта политика конечно я не осуждаю ее потому что наверное такой политики Турцию обязывает свободное хождение на геополитическом перекрестке что ей нужно быть как-то гибко вести свой политик как-то гибко но для чеченцев это означает что она ни в коем случае не станет для нее стратегическим союзником она если при каком-нибудь очередном изгибе политики повороты просто Турция может ради своего собственного национального интереса просто вернуться и бросить чеченцев на кризисную судьбу понимая это я лично осознаю что Турция не может стать стратегическим союзником для чеченцев штаты могли бы стать мне кажется что у штатов сегодня столько вопросов накопилось для ближайшего обозримого будущего что вряд ли Чечня может стать как-то интересной в плане стратегического планирования очень много вопросов таких больных точек политики штатов и на Дальнем Востоке и на Ближнем Востоке и в самой Европе поэтому мне кажется дойдет ли очередь для чеченцев в обозримом будущем ближайшем мне кажется нет и только Украина мне кажется как новая региональная сила возрастающая сегодня уже очевидно что к концу войны Украина из этой войны выйдет совершенно новая страна совершенно видоизменившаяся почувствовавшая свои силы то есть какая-то страна как какой-то человек может иметь какие-то очень глубоко затаенные силы о которых этот человек сам не подозревает эта сила его проявляется в какой-то определенной ситуации сегодня что-то подобное происходит с украинским народом самой страной Украины она к своему удивлению может быть я так считаю обнаружил в себе вот такой сильный потенциал который помогает ей противостоять такой державе как Россия естественно из-за этой войны Украина она выйдет совершенно другой и именно вот эта новая Украина в новом формате она мне видится пока что единственная возможная стратегическая союза для Чечни Вы сами в начале интервью упоминали что именно вокруг Чечни сосредоточено около ста тысяч войск Российской Федерации Россия боится именно восстания Кавказа или Кадырова? Российские войска сосредоточены в количестве около ста тысяч в Чечне не вокруг А именно в Чечне не на Кавказе? Более 80 а на Кавказе около 250 тысяч 300 250 тысяч только в Чечне одной на территории 17 тысяч квадратных километров это как небольшая область Украины Да Россия боится именно восстания очень сильно боится после нашего заявления которое очень сильно разошлось по этому миру российские российская командование было вынуждено приостановить переброску с российских баз находящихся в Чечне в Украину своих солдат потому что они очень много в частности из Шали они очень много перебрасывали русских солдат имеется ввиду в Украину сейчас они это приостановили в некоторых районах Чечни глушится связь мобильная не просто глушилками а прямо оператору звонят и говорят допустим тот же мегафон давай глушим в этом районе связь он глушит связь Рамзан Кадыров запросил ПВО потому что они испугались что начнут обстреливать российские базы это реально или как в Крыму ПВО ну я он просил реально потому что действительно он боится он очень боится потерять власть как никто они иначе возобновили практику ликвидации тонировки автомобиль потому что они раньше это тоже делали потому что боятся действительно боятся происходят рейды молодых людей задерживают просматривают телефоны и так далее и тому подобное да они боятся восстать Ваша цитата есть народу на территории Российской Федерации которые бы хотели независимости это Северный Кавказ это Эхилесова Пята России больше всего кто хочет независимости это те кто почувствовал на себе войну это чеченцы дагестанцы ингуши сегодня нужно с ними работать это исторический шанс чтобы отсоединиться и бороться за независимость как вы видите это восстание чтобы это восстание произошло нужна работа чеченский народ уже более или менее он готов к восстанию нужна работа нужна поддержка с другими регионами тот же страны Запада та же Украина должна работать нужны документальные фильмы показывающие о том что эти народы были угнетены нужны нужно финансирование для создания различных организаций за рубежом для этих народов где они могут спокойно высказываться эта работа нужна нужна политическая помощь информационная экономическая и естественно военная мы должны понимать что эти регионы они очень маленькие они полностью обложены Россией без помощи извне у них нет тяжелой промышленности нет где изготовить оружие как это оружие получить плюс допустим та же Чечня Ичкерия она не признана хотя законопроект лежит в Украине его Гончаренко подавал и он лежит и он не рассматривается это жизненно сегодня необходимого самим украинцам потому что если там начнется война большая часть российских войск придется будет отправлена туда то есть Россия не сможет так массово обстреливать Украину но украинское правительство почему-то этот факт игнорирует мы не понимаем поэтому очень бы хотелось чтобы допустим была проведена та же петиция там нужно всего лишь 25 тысяч человек голосов набрать чтобы Зеленский рассмотрел этот законопроект ну к сожалению из масс медиа из известных людей очень мало практически нет таких инициатив если бы кто-то это сделал это было бы очень хорошо в первую очередь для украинцев а потом уже для нас если у нас будет вот эта политическая поддержка мы сможем официально уже претендовать на свою независимость потому что нет гарантии если я сегодня пойду туда воевать нет гарантии что меня не назовут наемником если что меня не назовут террористом экстремистом боевиком и так далее те же страны запада если завтра им будет выгодно работать с Россией против нас поэтому нужна такая поддержка но вас же уже в России называют террористом ну в России нас всегда называли террористами потому что никак иначе они не могут оправдать свою агрессию против нас украинцев они назвали нацистами потому что им нужно как-то оправдать свою агрессию в отношении украинцев такова политика выдержит ли Россия еще одну российско-чеченскую войну у нее огромные ресурсы нужно понять у нее огромное количество запасов энергоресурсов топлива вообще оружие у нее несмотря на ее слабость и экономика но для Чечни это очень большая разница да да сможет она выдержать но если это будет чуть-чуть растянуто если нас поддержат я считаю что Чечня станет той причиной по которой Россия разрушится потому что Чечня всегда разжигала Северный Кавказ всегда разжигала также Карачао Черкесии Черкесии Черкесы являются очень сильными воинами они постоянно отражали на беге российскую агрессию еще в царские времена наши братья дагестанцы те же ингуши являются как по мне духом смелостью храбростью они ничем не отступают не уступают ни чеченцам ни другим народам Северного Кавказа но нужна поддержка если будет эта поддержка Кавказ уничтожит Россию потому что Кавказ является ахересом этой Российской Федерации а вот чем украинцы после просмотра этого выпуска могут помочь чтобы все-таки получилось это повстание помощь может быть двояка но это опять-таки решать украинцам мы несмотря на все мы являемся гордым народом была у нас помощь или нет мы всегда шли и будем идти в борьбе по пути к нашей независимости вне зависимости от того будут нам помогать или нет но если кто-то хочет действительно помочь что касается общей независимости Чечни то нужна петиция петиция известных людей людей с аудиторией и естественно нужна массовая поддержка этой петиции народам Украины чтобы признали нашу независимость независимость Ичкери это первая помощь если это у нас будет нам будет намного легче что касается батальона имени шейха Мансура то нам помогают волонтеры очень сильная помощь от народа Украины здесь у нас нет никаких никаких претензий очень сильно нам помогают финансово помогают едой помогают одеждой и так далее с оружием к сожалению немножко проблема украинская власть оружие не предоставляет мы либо его забираем трофеями то есть в борьбе против России либо мы нам его дают допустим украинские военные формирования но по дружбе кто-то там цинк патронов даст кто-то там гранатомет даст кто-то там снаряд даст и так далее либо мы собираем деньги допустим от чеченской диаспоры от волонтеров и так далее и на эти деньги легально уже покупаем оружие там где мы можем купить и воюем с этим оружием на территории Украины против России то есть вот эти моменты они очень усложняют усложняют нашу борьбу и если есть возможность как-то помочь в этом плане то мы не против давайте помогайте чем можете но и без этого мы будем бороться как боролись дальше когда случилась первая российско-чеченская война вы же воевали без тяжелого вооружения и все равно удалось выгнать Россию ну а если идти в наступление это же нужна тяжелая артиллерия у чеченцев есть такой ресурс чтобы освобождать свои земли нет мы всегда воевали легким вооружением легкие вооружения это автоматы это пулеметы это ручные гранатометы то есть тяжелого вооружения у нас никогда не было у нас не было самолетов у нас не было вертолетов авиации ракет и так далее все это для нас вообще удивительно для нас это что-то невообразимое но несмотря на это возьмем к примеру девяносто шестой год сейчас у нас была годовщина шестого августа это день победы когда чеченцы вооружившись легким вооружением вошли в один город Грозный который был оккупирован на тот момент и там находилось примерно 40 тысяч российских войск в количестве от 800 человек до 1000 человек примерно 850-900 человек вошли в один город Грозный и отвоевали его понимаете 40 тысяч с одной стороны а где-то с другой стороны где-то 800-900 человек с легким вооружением мы умеем воевать мы умеем маленькими группами наносить очень сильно ущерб нам просто нужна поддержка у нас ее не было никакой даже политической у нас тогда не было нас не признавали мы не могли свободно сесть в самолет поехать куда-то провести закупить оружие и так далее у нас денег не было у нас не было ничего все наше оружие которое с помощью которым мы воевали против России было забрано то есть мы его отвоевывали в качестве трофеев у российских солдат и это же оружие мы применяли против них у нас не было ничего мы воевали и мы готовы воевать и мы будем воевать будет ли помощь от Запада или нет но если Запад сегодня хочет побороть Россию если Украина и Запад хотят хотя бы частично оттянуть войска от Украины дать Украине свободу так помогите нам воюйте будьте чуть-чуть умнее мы говорим вот Россия же умеет воевать в других странах за счет других людей так мы же сами говорим мы готовы воевать помогите нам воевать с Россией это лежит в ваших интересах украинские города села школы больницы украинские мальчики девочки бабушки женщины и мужчины будут жить свободно если мы сегодня начнем бороться за свою свободу все что нужно это признать Ичкерию и помочь финансово политически экономически и военно даже не в тех размерах которые сегодня получает Украина это колоссально мы даже не мечтаем об этом но нас сегодня просто игнорируют не знаем почему абсолютно не понимаем возможно что-то они в этом видят лично либо до них это никто не донес хотя я сомневаюсь но если украинский народ обычно нас сегодня поддержит и скажет своей власти слушайте давайте работать давайте их признавать тогда может что-то будут какие-то подвижки но пока этого не случится к сожалению Украине придется самой бороться за свою независимость к сожалению у меня у меня есть доказательства преступлений россиян на территории Украины у вас есть доказательства как вы думаете вот россияне которые были нейтральны либо выступали за демилитаризацию и деноцификацию Украины верили Путину вот когда увидят эти доказательства это база поможет им открыть глаза на правду или бесполезно да это бесполезно это то же самое как вот биться головой в стену и вот эти доказательства вся эта база данных военные преступления они нужны для признания мировым сообществом геноцида чеченского народа геноцида украинского народа вот только для этого я думаю а так чтобы русский человек понял чтобы он извинился я в это не верю не верю и насчет геноцида чеченского народа вот что признание геноцида чеченского народа я считаю что хочу в очередной раз повторить что будет правильно и это очень нужно сегодняшней ситуации выгодно всем тем более чеченскому народу если геноцид чеченского народа сегодня признает Украина это это очень сложно сложный вопрос я не хочу обижать какую-то отдельную этническую группу или национальность не хочу привязывать это к национальности ни в коем случае я могу просто сказать следующее привести просто факты когда была первая война в Чечне россияне были против нее потому что туда отправляли их сыновей там не было истории о том что вот бедные чеченцы мирные люди их бомбят нет бедные русские срочники молодые которых там убивают и наше командование бросает их вперед вместе с этим снимались ужасные фильмы где демонизировались чеченцы где их называли бандитами это все происходило прямо с 94 года эти фильмы есть они до сих пор в прокате их можешь смотреть и я связываю это вот когда началась война в Украине именно вторая фаза я имею ввиду началась она в 14 году а вот в 12-м году вторая фаза начинается я когда видел видеообращение украинских военных политиков о том чтобы заберите ваших сыновей почему вы не выступаете матери солдат почему вы не выступаете против я так сразу вспомнил что а действительно когда была первая война в Чечне действительно были матери солдат которых чеченское руководство впускали свободно отдавали им своих их сыновей и все было нормально и потом дальше гражданское общество более-менее которое на тот момент строилось оно выступало против но причиной сопротивления этой войне была в первую очередь потому что там умирают русские солдаты наши срочники вторая война когда началась абсолютное большинство было за то чтобы уничтожали Чечню и всех чеченцев всех называли террористами как например сегодня всех украинцев называют неонацистами в России пропаганда и многие так делают конечно есть люди которые категорически против войны ни в коем случае нельзя отрицать это но совокупность тех кто за и тех кому это индиферентно то есть безразлично в совокупности это больше и это никак не влияет в положительную сторону для того чтобы война заканчивалась но тут хотя бы можем отметить что нет большого вала на войну в Украину по крайней мере об этом пишут я не знаю насколько это правда если говорить про Чечню то я могу сказать да это правда в Чечне не хотят вообще ехать на войну в Украину и цифры это доказывают да я уверен что за Украиной великое будущее за этой страной это страна которая не несет сегодня агрессивно политики против соседей страна которая никогда не выходила за рамки своих границ это страна которая внутри своей внутренней политики показывает какой бы власть не наслаждала Россия искусственно что этот народ способен ее скин поставить свою народную власть и так этот народ будет поступать всегда пока не добьется того чтобы страна стала действительно бюджетной то есть это очень такие достойные поступки которые особо характеризуют украинский народ мы сегодня с большими надеждами смотрим на украинский народ и на Украину как страна и на украинские народ их их и на украинский народ и на украинском местах не разогн не